Всем привет, дорогие друзья, с вами H2, и сегодня мы продолжаем критиковать различных контент-мейкеров. В прошлый раз мы поговорили уже о DTF, о Stop Game, ну, об отдельных их представителях. Сегодня пришла пора добраться до моих любимых AXBT Games. Конечно же, любимых, потому что смотрю я их крайне редко. У ребят такой формат подкастов, даже если написано, что ролик — это обзор, по факту это всё равно обзор, это подкаст. Посему обычно у них очень низкая подготовленность в плане какой-то текстовой части. Тезисы достаточно слабо аргументированы. Если аргументированы, то не визуализированы, приходится верить им на слово, я вот как-то небольшой любитель, поэтому обычно их не смотрю. Но так уж получается, что тогда всё-таки нарываюсь и смотрю, у меня появляется очень много различных комментариев, которыми я хотел бы с вами сегодня поделиться. Сегодня мы будем смотреть ролик «Грязный бизнес с Плариум. Казино, Слоты, Викингс и Рейд». Честно говоря, представить себе не мог, что буду защищать транснациональные корпорации, и уж тем более фри-то-плейные мобильные донатные игры. Но я не знаю, я просто посмотрел, и мне показалось, что тезисы, озвученные ребятами, зачастую чрезвычайно алогичны, смехотворны. А выводы, которые они из этого всего делают, чересчур категоричны и радикальны. Поэтому, думаю, нам стоит это вместе посмотреть. Хотя, мне пока сложно даже представить, в каком формате это всё будет происходить, потому что, ну да, у них почти часовой выпуск. Как я и говорил, поскольку у них формат подкастов, у них тезисы, мало того, что они довольно долгие, переполненные разными эпитетами, так ещё и они повторяются зачастую. Поэтому, я думаю, если мы первый раз их его разберём, то в последующие разы, когда они будут опять это повторять в очередной раз, это слушать-то, может быть, уже не надо будет. Поэтому, скорее всего, тут будет всё как-то нарезано. Ну, то есть, наверное, мы будем отдельные части нарезать, и я буду их комментировать, которые будут иметь смысл комментировать, да. Так что, в случае чего, пишите, что всё вырезано из контекста. Всё, давайте, погнали. Начинается всё со скетча про то, как там жадные корпорации начинают делать онлайн-казино. В общем, я думаю, это можно пропустить. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И 1 мая стартует новая рекламная кампания игры под названием Vikings War of Clans. И нам предложили принять в ней участие. И нам прислали специальный документ, который рассказывает нам, что нам надо рассказывать вам, для того, чтобы вы пошли, зарегистрировались и потратили немножко денег в этой, без сомнения, отвратительной донатной помойке. К счастью, человек, который прислал нам этот документ, очевидно, не знаком с контентом на нашем канале. Поэтому он его отдал в чистые руки. Сказал, вот, посмотрите, сделайте что-нибудь хорошее. Мы делаем. Там нужно было сделать рекламную интеграцию на полторы минуты. Мы делаем ему на час. Ну, или сколько у нас получится. Да, мы делаем продолжительный ролик. Да, практически рекламная интеграция. Дело в том, что, естественно, я увлекся. Потому что это игра от моей любимой компании Plarium. Почему любимой? Потому что именно эта компания выпускает еще одну мерзкую донатную помойку под названием Raid Shadow Legends. О чем у нас есть соответствующий ролик, который собрал огромное количество просмотров, по крайней мере, в Рунете. Эта компания создает также игру про викингов. И еще огромное количество других подобных игр. Они там начинали с браузерных игр, потом переключились на мобильные направления, потом снова браузерные. В общем, ребята развлекались как могли. Их история началась в 2009 году. И мы ее проследим до сегодняшнего дня. Но проблема в том, что когда я начал изучать историю компании Plarium, я наткнулся на еще одну компанию, которая является материнской. Владельцем. Владельцем. И когда я увидел, чем эта материнская компания занимается, какие еще игровые студии ей принадлежат и чем они занимаются, пазл сложился. Подобные агрессивные, назойливые рекламные компании свойственны каким-нибудь нелегальным букмекерским конторам. Типа там 1xbet, с которыми вы, конечно же, хорошо знакомы, потому что они лезут из каждого утюга со своим надежным букмекером. Ну да, казалось бы, у кого еще бывает агрессивная реклама? Вот только у 1xbet и вот у викингов. Больше ведь ни у кого нет никогда агрессивной рекламы. Интересно, почему-то сравнение идет именно с 1xbet. Я думаю, ребята дальше откроют. Почему? Потому что на самом деле у них даже отдельный есть пункт казино, букмекеры и викинги. Да, такой вот у них ассоциативный ряд. Ну давайте посмотрим, что там имеется в виду. Напоминаю, это нелегальный букмекер. Его деятельность запрещена на территории Российской Федерации, а его создатели находятся в международном розыске. Что бы там кто ни говорил в рекламе. Да, замечательно. Ну и всякие есть Азина-3 топора, известные, которые активно лезут на определенных сайтах. Но почему вот эта вот Азина лезет на определенных сайтах? Почему? Потому что на всех сайтах и она лезть не может. Это уже будет нелегально фактически. Кстати, интересный тоже тезис, да? Азина лезет на определенных сайтах, а на всех сайтах она лезть не может, потому что она нелегальная. То есть нелегальное казино может лезть на определенных сайтах, тогда это будет легальным. А на других сайтах, каких-то определенных, на госуслугах, может, оно лезть не может, потому что тогда нелегальное казино будет нелегальным. Может, просто плохо сформулированная мысль, я докопался, ладно, давайте дальше смотреть. Но с другой стороны, да, казалось бы, к чему мы говорим о викингах и переключаемся сразу на нелегальное казино и букмекеров. Причем, должен сразу отметить, почему всегда есть такой хейт в сторону людей, которые рекламируют нелегальное казино и нелегальных букмекеров. Потому что, по большому счету, это мошеннические схемы, заведомо известные мошеннические схемы. То есть, нелегальные казино, они всегда будут стараться уменьшить ваши коэффициенты, чтобы вы ничего не выиграли, а нелегальные букмекеры, поскольку они не могут уменьшить коэффициенты, то они просто вам не будут никаких денег платить, выплачивать. Именно из-за этого и строится весь хейт в сторону нелегальных казино и букмекеров. Потому что, я думаю, что легальные казино и легальные букмекеры, в сторону которых нету никаких подобных хватаний за рукавов их как мошенников, они находятся все же больше где-то в стороне серой морали. То есть, если мы как общество признаем, что да, окей, у нас могут быть азартные игры, у нас там могут быть ставки и так далее, то главное, наверное, обеспечить какое-либо отсутствие мошенничества во всех этих вот видах деятельности. И почему, если этот вид деятельности разрешен, его нельзя рекламировать. То есть, видно подразумевается именно, ну, ребятами, именно нелегальные казино и нелегальные ставки, да. И как к нелегальным казино и к нелегальным ставкам прямым мошенникам относятся викинги, будет интересно узнать. Нельзя казино рекламировать отовсюду. Потому что деятельность интернет-казино запричена на территории, опять же, Российской Федерации, как и деятельность разнообразных физических казино, которые допустимы только в специальных игорных зонах, которых всего-то нет. У нас тоже есть отдельная игорная зона, короче, в интернете называется, называется Play Market. Ну, ладно, на самом деле нет, на самом деле. Несколько на всю большую страну. Так вот, о чем мы говорим? Я заметил несколько интересных странностей, потому что рекламные кампании очень агрессивны, очень творческие и очень одинаковые. Я, кстати, тоже заметил одну странность, знаете, обычно вот геи собираются по два. И вас тоже двое. Я ни на что не намекаю, просто вот наблюдение. Они прям пытаются тебя завлечь. Они пытаются пробиться к тебе отовсюду. Вот тебе реклама на сайте, вот тебе реклама в Ютубе, вот тебе любимый блогер рассказывает, как это обязательно нужно немедленно скачать, чтобы принять участие в войне кланов. Ну, короче, запоминаем, да, вот если есть где-то реклама на сайтах, в каких-нибудь баннерах, есть реклама в Ютубе, и если я какой-то блогер сказал, вот все, короче, вот три, три, главное три, вот запомните. Три столпа, на которых стоит мошенничество, короче. Вот все, кто так делают, у кого есть эти три вида рекламы, все мошенники. И я задал себя вопросом, окей, мы живем в очень конкурентной среде, особенно на мобильном рынке, огромное количество куда более успешных компаний есть, чем плариум. Почему они не пользуются моментом и так же не лезут со своей рекламой? Что там, например, покемон гоу не может себе позволить подобный охват? Ты рекламу кандикрашек. Ну да, наверное, у покемон гоу вообще не было никакого бюджета на рекламу, да, то есть, нет, ну наверняка просто они рекламировались, а здесь есть какие-то другие способы, да, ну не через блогера. Ну, через что-то другое. Вы хотите сказать, что покемон гоу вообще не имела никакого рекламного бюджета и нигде не продвигалась, там, не через какие-то более крупные сообщества. То есть, ну, не знаю, там, через какие-то игровых там журналистов, там, еще кого-то. Вообще не было никакого, да, никакой рекламной кампании. Баннеры тоже никогда там никакие не были, да, то есть, ой. Зарабатывает миллиарды долларов, кэндикраши какие-нибудь, действительно, Call of Duty Mobile, чтобы тебе каждый блогер о ней рассказывал не в рамках, обзора, а именно в рамках... Ну, опять же, Call of Duty Mobile, наверное, тоже закупала рекламу, только какими-то другими способами, и почему нельзя закупать рекламу через блогеров, пока не знаю. Как так, ребята, начинается новый сервис, зайди, да, 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 да. Регистрируйся, да, да, да. Почему-то такого нет, почему-то это делает только Plarium, а потом, когда я начал изучать историю этой кампании, все сложилось, я еще раз говорю, это... Опять же, что делает только Plarium? Только Plarium через блогеров выходит? То есть, только Plarium через блогеров рекламу агрессивно продвигает среди мобильных игр? Ну, окей, можно тоже сказать, знаете, почему-то вот только Pokemon Go, только Pokemon Go очень сильно завирусилась внезапно. Почему-то из бесплатных таких игр, о которых говорили все в свое время, почему? Хороший вопрос. Это потрясающий пазл. Наверное, потому что Pokemon Go это казино. Это прям именно то, о чем мы говорили все время, наверное, существования этого канала. Что условно-бесплатные мобильные донатные помойки, несомненно, в конце концов, привлекут внимание тех людей, которые занимаются настоящим азартным бизнесом. И они будут всячески превращать мобильные игры в филиальчик азартных игр. Но при этом делать так, чтобы человек, который в них играет, деньги швырял в пустоту. Потому что в азартных играх за тобой присматривает государство. Знаете, я вам хочу сказать, на самом деле, многие мобильные, да не только мобильные игры, уже давно имеют какие-то элементы азартных игр. То есть, абсолютно все вот игры, в которых есть лутбоксы, да, то есть, не обязательно мобильные, даже наши любимые Blizzard, да, то есть, со всякими Overwatch'ами, со всякими Hearthstone'ами, это тоже есть элементы азартных игр. Ну, уж извините, куда деваться. И опять же, странно, почему именно они привлекут внимание казино, да. То есть, казалось бы, и те, и те имеют азартную систему, да, что там и там, и там есть лутбоксы. Но получается, что если владеет в одном случае, там, какая-то компания, которая в том числе занимается азартными играми, это плохо. А если тем же самым проектом владеет, не знаю, ИП какой-нибудь, то это уже хорошо, это уже все нормально. Главное, чтобы были правильные, видимо, судя по всему, начальники у всего этого хозяева. Потому что в азартных играх человек может сорвать джекпот. В азартных играх человек может выиграть, да, реальные деньги и уйти с ними домой. Кошмар. Ну, на самом деле, я вам скажу честно, во всех этих играх, ну, в азартных, всегда есть шанс сорвать джекпот. Просто джекпот разный. Вам же изначально тот же самый Hotz или Overwatch не говорит, что вы можете выиграть 10 миллионов рублей. Нет, а вопрос как раз в том, что вы можете выиграть какого-либо уникального легендарного героя. Вы можете там тоже сорвать джекпот, да. Только там джекпот будет специфичный. Ну, надо то, на что вы заранее договариваетесь с игрой. А здесь ты создаешь продукт, в который люди будут швырять деньги, не выигрывая ничего, кроме картинок. Ну, так потому что заранее было оговорено, ребята, вы тратите деньги и за это покупаете картинки. Это то же самое, что сказать, что, ну, а мы покупаем, короче, игры, а мы ничего не покупаем, понимаете. Потому что на самом деле скопировать байтики ничего не стоит. На нас корпорации миллионы наживаются, потому что они же, по сути, сделали один раз продукт и всё. Им больше ничего не стоит сделать ещё несколько экземпляров. Мы покупаем пустое место. Мы покупаем то, что на нашем жёстком диске место занимает. Просто мы это сотрём, этого не будет. Ну, вот примерно так же сказать. Я понимаю, что это абсурдно. Я понимаю, что тут много дискутируют. Но это то же самое. Вы покупаете картинки. А вы тут байтики покупаете. Что, это лучше? На которых не очень дорогое. Да, это же просто потрясающе. Итак, что такое студия Plarium, откуда она взялась? Это израильская компания, созданная, естественно, не геймерами. Это не те люди, которые... Вот это да, блин. Корпорации не геймерами создаются. Представляете? Бывает такое, бывает. Бывает, что некоторые люди с деньгами видят, что определённый бизнес развивается. И они вкладывают туда деньги. Да. И нанимают людей, которые уже разбираются. Представляете? Ну, или, не знаю, может, они хотят сказать, что там вообще не было никаких геймеров. То есть, знаете, вот собралось там, не знаю, сколько там, 10 бизнесменов, которые ни разу в жизни игры не играли. И говорят, теперь мы делаем игры, ты кодишь, ты рисуешь. А ты геймдизайном занимаешься. Так, что ли, было? Которые мечтали создавать какие-нибудь интересные игры. Это те люди, которые мечтали зарабатывать деньги. Мораль за две. Ну, опять же, да, то есть, вот это, да, оказывается, у нас, блин, транснациональные корпорации хотят зарабатывать деньги. Ну, не, не то, что какие-то другие, там, все остальные, блин, которые... Ну, реально, ну, кого ни возьми. Почти все мобильные издания, они хотят, в первую очередь, зарабатывать деньги. Ты не можешь, блин, не зарабатывать деньги на мобильном издании. Ладно, давайте еще попозже поговорим, а то ребята вообще ничего не говорят, говорю только я. Позже, надеюсь, вернемся к этому вопросу. Почему вообще почти любая, даже любая, любая мобильная игра, прежде всего, про заработок денег. Потому что иначе невозможно просто выжить на мобильном рынке. Да, не предлагать какой-то новый игровой опыт, мы сюда пришли для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому, когда в 2009 году компания Plarium заявила о себе, она выпустила игру, которая называлась, естественно, Poker Shark. Мать ее, так. Тогда они еще, так, не очень хорошо скрывают. Да, 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 да. Потом они выстрелили очень неплохо Total Domination. Ну, опять же, да, хорошо было бы хоть немножко узнать, что за Poker Shark. Ну, вот это вот уровень аргументации XBT Games. Представляете, они сделали игру Poker Shark. Ну, хер знает, что там было, конечно. Может быть, там вообще не было никакой донатной системы. Ну, была, наверное. Я просто подозреваю, что непонятно, что там было. Там было что, реально Poker? Это было реально какое-то казино? Ну, ты хоть расскажи хоть что-то. Нет, это Poker. Поэтому, понимаете все? Вы понимаете, да, какие это ребята? Правила войны. Игра, которая появилась на браузерках, которая портирована была потом на мобильное устройство. Ну, разные ее версии. Что такое Total Domination? Это хорошо ваши знакомые викинги. Практически ничем не отличаются. Только викинги куда более агрессивны в плане монетизации и в плане рекламы, естественно. Ну, давайте вот запомним этот тезис. Мне кажется, он в будущем пригодится, что викинги и Total Domination – это одна и та же игра, по сути. То есть, там ничего нового не введено. И вообще, вот опять же, уровень аргументации. Вот когда вы показываете это, что это одна и та же игра, хорошо бы, знаете, хотя бы скрин из этой игры и скрин из другой игры, чтобы мы хотя бы примерно представляли, что хотя бы визуально они одинаковые. Да, потому что вы мне сейчас показываете трейлер Total Domination. Ну, хрен знает по трейлеру, что там такое, да. В 2014 году компания Plarium была названа лучшим работодателем Украины. Израильская компания. Да, потому что там головной офис, там, так сказать, мозг. Там собираются сливки, а в Харькове создаются, соответственно, игрушки. А потом начался бурный рост. В 2015 году были открыты офисы в Мичигане, в Одессе, в Краснодаре, в 2016, там, в Лондоне. В 2017 году компанию Plarium покупают. И вот здесь, собственно говоря, начинается ее новая история. Потому что, когда мы заходим на русскую Википедию, компанию Plarium, мы не видим, кто является ее материнской компанией. Мы не знаем вот эту вот страницу ее истории. Это тщательно скрывается. Я не знаю почему. В поисках информации о компании Plarium я перерыл весь интернет. И ничего не мог найти. Forbes, ничего. Хотя, казалось бы, публичная компания, елки-палки, создает игры, зарабатывает огромные суммы. Где подробности? Никаких подробностей. Есть одна новость от 2017 года, за которую я зацепился и начал тянуть вот эту вот ниточку. Потому что оказалось, что в 2017 году компанию Plarium купила аристократ-лижа. Он занимается производством аристократического досуга. Так сказать, аппаратов для казино. Это разнообразный слот машины Blackjack, Костя, Рулетка. Поэтому, если вы им вот эти вот шутки по поводу Blackjack и Ш, то, пожалуйста, они воплотились в действительность. Но дело в том, что компания, аристократ-лижа, это компания, которая зарабатывает огромные деньги. Невероятно огромные деньги. Просто на продаже слот машин. Она не занимается созданием казино, вы должны это понимать. Она занимается созданием оборудования. Торгует лопатами. Да. В 2017 году эта сделка обошлась им, покупка Plarium, в 500 миллионов долларов. Ну, да. Тогда, когда все люди бегали, охали, кричали, да елки-палки, купили маджанг за 2,5 миллиарда долларов. Да. Тут приходят какие-то австралийские ноунеймы практически. О них тоже ничего не известно. И покупают другого, практически ноунейма, с одной успешной игрой. За полмиллиарда долларов. Да, за Total Domination. И за полмиллиарда долларов. Но это была не единственная их сделка. Потому что в то же самое время они купили другую игровую компанию, которая занималась созданием казуальных игрушечек, за 990 миллионов долларов. Внезапно. Откуда такая щедрость? Почему люди, которые занимались созданием слот машин и рулеток, внезапно обратили внимание на какой-то мобильный рынок? На какие-то, да, условно бесплатные игрушечки. Ну, а может быть не потому, что он не сильно отличаться начинал, а может быть потому, что бизнес всегда смотрит, куда вкладывать деньги. И, коль скоро, они видят успешный игровой рынок. И они видят ребят, которые работают с 2009 года. Ну, уже сколько он, от момента, 8 лет. И у них там есть какой-то успешный кейс. И они видят примерно, у них есть какие-то сотрудники, да, у которых есть такой опыт. Они, может, предполагают, что этот бизнес будет успешным. Что, в принципе, это потом подтвердилось. Может быть, из-за этого. То есть, вот знаете, это всё сейчас идёт, на самом деле, это сколько? Это вот уже идёт пару минут, и будет идти ещё минуты 4, я так предполагаю. Очень и очень долгая подводка к тому, что Polarium владеют бизнесмены. Интересно, кто есть эти производители слот машин. Интересно, к чему всё это будет, к чему всё это ведёт. А в том-то и дело, что воротилы большого, так сказать, бизнеса, те люди, которые поднаторели в азартных играх, уловили прямую связь. И там, и там люди делают ставки. И там, и там людьми манипулируют для того, чтобы... Простите, и там, и там люди какие ставки делают? Какие делают ставки в мобильной игре? На что? И там, и там людьми манипулируют. Людьми манипулируют везде, где угодно. Даже вы манипулируете людьми, на секундочку. Когда пишите «грязный бизнес плариум», хотя он как бы не грязный, это тоже своего рода манипуляция. Чтобы они расставались со своими деньгами. И там, и там... Чтобы они расставались со своими деньгами. Окей, реклама где угодно почти, это манипуляция людьми, чтобы они расстались со своими деньгами. Реклама, не знаю, билайна, это манипуляция людьми, чтобы они расстались со своими деньгами. Можно использовать схожие методы для привлечения и людей, и для раскручивания их на бабки. А какие схожие методы для привлечения людей? Блогеров? В смысле интернет-блогеров и рекламу? Ну, конечно, только казино и всё, по сути. Больше ты где ещё блогеров-то использовать? Ты будешь рекламу блогеров? Да нигде. Только один вот такой маленький моментик. Игорный бизнес во многих странах очень и очень сильно регулируется. Да, это выгодный бизнес, но он сопряжён с кучей особенностей. Ограничения на рекламу, ограничения на рекламу среди детей и молодёжи, естественно. Необходимость учитывать то, что это реальные деньги. В каждой стране свои особенности. В той же России, да, например, есть просто игорные зоны. В некоторых странах вообще невозможно влезть в игорный бизнес, его там полностью контролирует государство. Определённый набор компаний. Всё. В каждой стране, когда ты пытаешься вот начать игорный бизнес, это всегда такой геморрой. Это так сложно. Да, на нём можно заработать. Но постоянно надо возиться с проверками, ограничением, ещё кучей особенностей. Ну и да, как мы уже отмечали, в игорном бизнесе джекпот это реальные деньги. А в мобильных играх джекпот это нарисованная картиночка за небольшие деньги. Так вот, да, с одной стороны вот этот игорный бизнес выгодный, но опутанный всеми особенностями, законодательством и ещё чего. А с другой стороны клондайк. Просто я, мне, я хочу просто посмотреть на... С одной стороны, короче, вот игорный бизнес, и производство наркотиков. С одной стороны, производство наркотиков, да, потому что, знаете, наркотики, они выгодные. Вот выгодные очень. Но там есть шанс, да, там вот, например, есть шанс того, что тебя, например, посадят в тюрьму. Это вообще нелегальный бизнес, могут даже убить. А другое, короче, это вот всякую фигню вести на ютубе. Тоже получаешь, короче, дофига денег, особо не разбираешься. Просто сидишь вот перед стеночкой, огородишь всякую чушь, вот. И поэтому получаешь тоже много денег. Вот, я поэтому думаю, что вполне можно приравнять, короче, наркобизнес. И вот, ребят, вполне. Почему бы нет? Реакцию людей, которые думали о том, а где бы еще использовать вот эти вот, возможно, какие-то элементы из игорного бизнеса. И пришли к выводу, что вот есть же игровая, ну, игровая в данном случае, очень так условно я использую это слово, что есть вот эти вот донатные мобильные помойки. Я просто хочу посмотреть на их глаза, как они обалдели, когда увидели. Это Клондайк. Это Клондайк. Когда они сравнили, да, трудозатраты и доходы. Они купили Плариум за 500 миллионов долларов как раз из-за того, что посмотрели. Вот, вот это вот нарисованное поле, вот эти вот несколько фигурок, работа одного художника на неделю. Ну, талантливая, естественно, да. Потом какой-то... Когда они сравнили, какие трудозатраты нанять двух чуваков, короче, которые будут сидеть у стенки и какую-то херню нести. А тут хотя бы художники, они что-то стараются, делают. ...надвижок, потому что они создаются на говнодвижке. Ну, я, в частности, говорю про викингов. И потом... Естественно, какой говнодвижок? Что там за говнодвижок, интересно, может быть? Если он самописный, уже достаточно неплох. Unity говнодвижок? Какой там еще? Unreal Engine, может, говнодвижок? Наверняка же не на гамаке они это пили. Свой движок? А почему он говнодвижок? Какие претензии к движку-то еще? Что он вылетает постоянно? В чем проблема с движком? Ладно. Тум-тум-тум, хлопысь. На все это набрасывается устоявшийся способ монетизации. Про это мы тоже еще поговорим. И внезапно эта игра начинает приносить тебе сотни миллионов долларов. И происходит... Внезапно. Никто ведь никогда не предполагал, что как раз-таки игры на мобильных платформах являются соответствующим мультипликатором бабла. Ну, о чем, может, ладно, попозже чуть-чуть поговорим. Внезапно. В SoftLunch, короче, запустили. И внезапно куча бабла. Никто не думал. Думаю, мы просто так, короче, игру делаем. Нет. Она оказывается вот прям... Может деньги приносить. Ладно. Я придираюсь в словам, простите, но мне просто... Ну, они просто такие эмоции пробирают, но мне просто... Мне просто смешно это смотреть. Ну, извините, ребят. Я не могу это серьезно смотреть и тоже не иронизировать. Но вот этой всей серьезностью, что... Внезапно. Игры. Деньги приносят. Потрясающая ситуация. В реальности вот этих донатных помолек. Ты их можешь рекламировать по всему интернету. Это же игры. Ты можешь их рекламировать детям. Там же нет насилия. Ты можешь их рекламировать... В викингах нет насилия. Вы только что же показывали. Там мужик лежал со стрелами в груди. Ну, как бы, это есть насилие. Опять же, я не уверен, что YouTube будет показывать всем. Ну, опять же, это тогда проблема YouTube как площадки, да, что она разрешает подобные видео в качестве рекламы показывать, да. А не проблема, блин, именно плариума. Как угодно, кому угодно. Никаких ограничений особых нет вообще. Если есть в каких-то странах, то не сильно большие. И в первую очередь в том же Китае, куда ты, в общем-то, не то чтобы хочешь лезть. Там своя атмосфера. У тебя спадает столько барьеров. При этом появляются такие возможности. Снижаются риски по многим направлениям. И вуаля. И, пожалуйста, вот у нас получаются игры в кавычках. Где просто набрасывается, да, устоявшаяся система монетизации. Где есть самый базовый геймдизайн. Я удивлюсь, если там вообще геймдизайнеры работают. Ну, в таком понимании на уровнях игровой индустрии. Геймдизайнеров там нет. Потому что есть одно единственное интервью, которое я сумел найти от 2015 года на сайте vc.ru. Там они спрашивали у одного из представителей компании Plarium. Ну, а как у вас внутренняя кухня, геймдизайнер? Они говорят, у нас нет геймдизайнера. Вообще ни одного геймдизайнера нет. У нас никто вообще геймдизайнер не знает. Главное, что... Ты хоть показал бы это интервью. Что за интервью? Кого спрашивали? В контексте чего вообще это все было сказано? Тут хрен знает. Может, они спрашивали, не знаю, руководителя какого-то конкретного краснодарского или какого-то одесского подразделения, которое тупо артом занимается или тупо продажами занимается. Он сказал, да, удалось ли, это геймдизайнер. Ну, я не знаю, просто в рамках чего это было сказано. Опять же, никакой информации или нет. Но делается вывод, у них нет геймдизайнеров. Да, то есть, окей. Нет такой должности. Мы просто вот как-то... Да, такой должности, кстати, может не быть. То есть, это вполне может быть разбито на другие должности. Может, там у них там должность, не знаю, дизайнер UX, дизайнер UI, там, левел дизайнер, там, еще там дизайнер чего-то. Не обязательно, чтобы была такая должность, как геймдизайнер, чтобы заниматься геймдизайном. То сообщать, что-то принимаем решение. Нет у нас геймдизайнер. А зачем им геймдизайнер, если они, по сути, реклами... Окей, ладно. Ну, знаете, мне очень сложно поверить. Мне, на самом деле, очень сложно поверить, что в компании, они до этого показывали, скрин, там, работает больше тысяч человек. И никто целенаправленно не занимается игровым дизайном. Да, то есть, может, по-другому должность как-то называться. Но это очень странно, скажем так, да. Мы, наверное, дальше как-то... Мы, наверное, дальше постараемся это как-то проверить, да. Но это очень странно. ...формируют браузерки и создают браузерки, где все основывается на социализации. А люди потом сами как-то друг с другом пусть договариваются. Тот же самый феномен бойцовского клуба, в котором геймплей... Его нет практически, да. То есть, я тебя бью сюда, ты защищаешься здесь, все. Но при этом социализация, кланы, войны, пожалуйста, плюс возможность донатить, донатить, донатить. Одна и та же долбанная схема с бойцовского клуба. Она практически не меняется, оформление меняется. Вот и все. Что за компания Аристократ Лиже? Да, сука, аристократа. Мать его, так же. Для солидных господов. Да, австралийская компания, которая публичная, да, она отчитывается. Это все легально. Еще раз, все легально. Это никакого преступления нет. За 2019 год, если верить данным Википедии, они заработали 3-4 миллиарда долларов США. Ну, не космический показатель. Там указан доход в австралийских долларах, я перевел в американский. Это не космический показатель, но 3-4 миллиарда долларов за год. Ну, где-то в 2-3 раза меньше, чем Activision Blizzard, крупнейшая игровая компания на Западе. Ну, под не космический я подразумеваю, скажем так, не Tencent. То есть, это я, понятно, больше иронизирую. Но да, показатели прекрасны для создателей, в том числе донатных помоев. Да. Чем занимается аристократ Лижа, мы примерно рассказали. Это производство слот машин, рулеток, блэкджека и всяких костей и карт. Они там в том... Огромная мануфактура, естественно, которая обеспечивает огромное количество казино по всему миру. Кроме того, это стоит тоже учитывать. В 2014 году они купили компанию под названием Video Gaming Technologies. Это не та компания, которая занимается созданием компьютерных игр. Это нужно учитывать. Эта компания занимается производством индейских игровых автоматов, которые работают по системе Bingo, так называемый класс 2, которую любят устанавливать в индейских резервациях. И которые не облагаются налогами. Они обслуживают около 140 точек в Северной Америке. Ну, то есть серьезная организация, которая занимается именно игорным бизнесом. Кроме того, компания Аристократ Лижа владеет студией Product Madness, которая занимается созданием социальных казино. Ну, вот именно с этими, с чатниками и прочим. Слушай, отличная компания. Кроме того, она является материнской компанией Big Fish Games, которую она купила одновременно практически с Plarium. И та занимается, конечно же, созданием казуальных игрушечек. Но, кроме этого, слоты, кроме этого, казино, имеется в виду уже мобильные игры, которые доступны на ваших смартфонах. Пожалуйста. Вот частью какой системы является компания Plarium. Вот она стоит не в сторонке, к сожалению, она находится внутри. Она является дочерней компанией вот такой вот структуры, которая прекрасно знает, как манипулировать людьми. И в первую очередь, как создавать свой положительный бизнес. Если вы зайдёте на сайт Аристократ Лижа, который в 20-м году переименовались, о боже мой, Аристократ Гейминг. Теперь это всё. Боби-котик, подвинься, мы идём за тобой. И, кстати, вполне вероятно. Знаете, я плохо понимаю, к чему всё это вообще. Я вот это всё смотрю, 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 что у них такая дочерняя компания. Столько-то они обслуживают у них, они ещё вот это купили, ещё вот это. И, ну, к чему это всё? Я просто плохо понимаю. Ладно, окей, я понимаю, к чему это сейчас попозже. Просто давайте больше ещё информации, там, не знаю, что... У них там, не знаю, такой-то совет, состав директоров, у них вот столько-то людей. Ладно, короче, все вот это вот хренотень, вот это вот вся 17-я минута от 17-й до... Ну, короче, почти 10 минут, почти 10 минут нам рассказывали, блин, что такое там Аристократ Лежа, что такое. Для чего это всё рассказывали? Для того, чтобы сказать, смотрите. Вот есть, короче, Plarium, они создают мобильные игры, а ими владеют корпорации, которые, в свою очередь, завязаны на игорный бизнес. Следовательно, поскольку они делают казино, они работают с казино, игорный бизнес, да, то, значит, вот эта игра, это тоже часть казино, тоже игорный бизнес. Ну, потому что ведь это имеет очень большое значение. Если завтра этот тайтл выкупит там РПЦ, да, вдруг, то эта игра автоматически станет сразу же, не знаю, христианской святыней. То есть, она перестанет быть казино, она сразу станет святыней, она будет точно так же функционировать, но просто вот она сразу автоматически станет другой, да, то есть. Мне интересно, а вот куча других игр, которые, там, не знаю, там, тоже, в принципе, имеют те же системы монетизации, да, там, всякие там три в ряд, там, вот эти все прочие. Опять же, Викинги это не первая, знаете, донатная подобная игра, где-то там большая социализация, там ты раскачиваешься, такая стратегическая. Все, всеми ими владеют казино, или нет, или там, значит, ими казино не владеют, значит, там, короче, все нормально. А вот именно вот тут владеет казино, поэтому это имеет принципиально важное значение. Ну, и там, может, какая-то из них там владеет, то есть, там, владелец какой-то, не знаю, пельменями занимается, она что, едой становится, что ли, какая разница? Ну, я просто плохо понимаю. То есть, это все такие вот очень неумелые подводки, что, вот, короче, эта игра, она онлайн-казино. Знаете, почему онлайн-казино? Потому что владеют ей чуваки, которые занимаются казино, поэтому она онлайн-казино. А вот, короче, Алла Борисовна когда-то производила чипсы, поэтому вот чипсы, это было песней, это был песенный талант, потому что певица, блядь, производила. Ну, не производила, а владела производством, ну, в общем, понял. Ну, вероятно, скоро это может произойти. Вряд ли, но. Так вот, и вы зайдете, вы увидите очень красивый сайт, да, вот, вкладочки нашей игры, наши партнеры, наше будущее, наше мировоззрение. И дальше компания Plarium. Возвращаемся к ней. Что это за компания и почему она привлекла мое внимание, и почему, когда я изучал ее страницы, ну, именно, что в сети, у меня просто ярость кипела в крови. Потому что вот такая система лицемерия и противоречий мне лично встречается впервые. Потому что эта компания в качестве своей миссии выделяет take the world and make it better. Мы завоевываем сердца и стремимся сделать мир лучше, создавая проекты, меняющие жизни наших игроков, сотрудников и деловых партнеров. Ну, в каком-то смысле они правы, потому что игроки становятся беднее и тупее, потому что это игры не про развитие. Это про донат. А партнеры и сотрудники становятся богатею. Зато сколько, блин, на мобилке игр про развитие. Вот почти все. Вот 99% игр на мобилке, они все про развитие. Вот только Plarium, короче. Про оттупление на сегодня. Вот, господи, и что там такого написано? Что там такого написано, что у тебя прям ярость? Что у тебя прям негодование? Что какой уровень лицемерия? Даже вот отдельный пункт. Тут лицемерие плати. Plarium. Ну, давай. Потому что компания Plarium обеспечивает хорошие зарплаты. Для понимания, у них есть студия в Краснодаре, которая занимается как раз-таки созданием игры под названием Vikings War of Clans. Вот уроды, студия в Краснодаре у них есть. Для понимания, я теперь я понял. Теперь я все понял, у нас у них есть студия в Краснодаре, но это недопустимо, я считаю. Созданием игры. Созданием игры. И над этой помойкой работает около 450 человек. И ни одного геймдизайнера. Ни одного геймдизайнера среди них нет. Сейчас такой, там, короче, кто-то где-то что-то написал. Неважно. Нет, нет ни одного геймдизайнера. Но монетизация сама себя не прикрутит. Это только один из отделов, понимаете? Есть еще другое дело, которое занимается созданием Red Shadows of Legends. Это уже харьковские ребята, молодцы. Есть еще ребята... Нифига, здесь Краснодар значит, вот это да, это как плохо. А харьковские ребята, молодцы. Это что такое? Что за это? Национализм какой-то. Это что это? Ребята, которые занимаются общим менеджментом. Есть ребята, которые сидят в Мичигане, занимаются тоже управленческими всякими делами. Все хорошо. Это прекрасные работодатели. Устроено огромное количество людей. В плариуме, если верить их заявления, работает около тысячи человек по всему миру. Замечательно, круто, потрясающе. Потрясающе. Мы, как написано у них на сайте, смотрим в будущее и ценим настоящее. Ну, естественно. Ну да. Бесстрашно ведем за собой. Ну, сначала они выставляют с тобой блогеров, а потом уже толпа Комичков бежит за блогерами. Не плывем по течению, а создаем течение. Опять же, понятно, какое течение. Да, да, да. Отряд леймингов, который ты-ты-ты-ты-ты и в пропасть. Ищите меня, известный. Ищите меня, да. В рейде вот эти все прекрасные зазывалочки. Мыслим глобально, опираясь на фундамент многолетнего опыта. И это тоже понятно, потому что ребята не останавливаются. Они запускают одну, по-моему, вторую, третью. Что-то взлетает, что-то нет. С Терминатор Дженисис у них не получилось, потому что, увы, фильм провалился. Они делали игру по Терминатор Дженисис. Да, они делали мобильную игру по Терминатор Дженисис. Вышла в семнадцатом году. Дальше. Изменяем мышление игроков, прививая им через наши проекты новые навыки, знания и понимания красоты. Но вы просто красавцы. Вы такие, блин, обожаю вас, ребята. Итак, что такое Wiccans War of Clans? Так, все, я понимаю, на этом лицемерие платино. Я почему-то все хочу их платино назвать. Плариум, да. Почему на этом лицемерие плариум закончено, да? А что тут? Я думал, блин, где же твиттер-истерички обитают? Они, оказывается, обитают на Ютубе, блин, на XBT Games. То есть, у меня кровь в жилах скипела. Это такой уровень лицемерия. Они же пишут, что мы смотрим в будущее и ценим настоящее. О, боже мой. Блин, я не понимаю вообще. Что в этом такого? Какой здесь уровень лицемерия? Вы никогда не заходили на подобные сайты? Подобных... Дайте сейчас. Сейчас, секундочку. Все, пожалуйста. Doodo Game. Три в ряд, пожалуйста. 190 проектов успешных. Doodo Game. Небольшая команда. Здесь мы собрали самых талантливых и увлеченных профи. Наша миссия создавать высококачественные игры для развлечения. Наша цель – инновационный продукт, который перевернет рынок мачты. Ну, они все постоянно гиперболизируют. Все подобные компании гиперболизируют. И не только для мобильных игр. Ну, не знаю. Когда Газпром говорит, что мечты сбываются. Блин, мечты-то не сбываются после того, что я Газпром подключаю. Почему есть уровень лицемерия? Я еще понимал бы, грубо говоря, если там, не знаю, какая-нибудь... Ну, не знаю, Плариум, например, бы говорила, что мы продвигаем активный образ жизни. Физически активный образ жизни. Что было бы явно противоречием. То есть, как бы вы продвигаете мобильные игры, которые заставляют людей больше сидеть на заднице и играть в них. А при этом говорите, что вы занимаетесь совсем другим. Но тут в чем противоречие? Перевиваем через наши проекты новые навыки, знания и понимания красоты. Ну, может, они считают, что то, что они делают, на самом деле красиво там визуально. Может, они там думают, что вот мы сделали красивую игру. Что, мы мыслим глобально, опираясь на фундамент многолетнего опыта. В чем, блин, лицемерие? Что такое вызвало твое негодование? Я просто не понимаю. Викинги. Война кланов. Донатная помойка в стиле Raid Shadow Legends, судя по всему. Не-не-не-не. Все немного печальнее. Потому что в данном случае мы имеем дело с мобильной, так сказать, стратегией. И когда я играл в этих самых викингов, я... Ну, вот видите, сразу, да? Запомните этот тейк, что Raid Shadow Legends и викинги совсем другое. То есть, там они очень сильно отличаются. Ну, якобы, говорить нам. Часто я не играл ни в Raid Shadow Legends, ни викингов. Да, я буду составлять свое мнение о них с помощью вот этих ребят. Я надеюсь, они мне расскажут, потому что... Ну, тут, елки-палки, почти целый час, блин, посвящено этому. Наверное, они хоть что-то расскажут про самих викингов. Если они будут опираться на Raid Shadow Legends, то и про Raid Shadow Legends. Надеюсь. Просто охреневал. Потому что на прошлой неделе мы рассказывали вам про игру Warpass от китайцев. И я увидел игру, которая куда хуже. Во всех... Кстати, о Warpass, может, тоже поговорим. Но попозже. Отношения. То есть, там геймплея не было. О викингах их вообще нету. Я три дня потратил на то, что просто апгрейд, апгрейд, апгрейд. Ой, слишком медленно апгрейд. Хочешь? Я не знаю. Я не знаю, игровой ли ты журналист. Ну, вообще, само по себе понимание. Нету геймплея. И процедура апгрейда. Это тоже геймплей. Ну, это прикапывание к словам. Я согласен. Просто прикапывание. Задонать, задонать. Это стандартная составляющая. Не-не-не. Ну, понимаешь, в Warpass хотя бы был элемент, элемент, который показывал тебе что-то вроде одиночной кампании. Который позволял тебе хоть что-то там потыкать на глобальной карте. Вот сюда, например, тыкай. Вот отряд приходит, там всех расколбасил, ты доски забрал. В кампании ты сюда ткнул, о, освободил Москву. Ну, прикольно, да? То есть, ну вот, ну вот. Ну, а здесь нету кампании, да? То есть, ну ладно, здесь нет кампании, поэтому она куда хуже. Ну, если онлайн-игра, она как бы не обязана вообще иметь кампанию. Так вот, то есть, ну хоть какая-то интеграция. То есть, ты хоть что-то видишь. А здесь ты у себя на базе. Апгрейдь, апгрейдь, проапгрейдь, про еще. Давай, 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 а то вот туда. И вот тебе, кстати, вот три копеечки, а самое интересное начинается потом. Потому что в этой игре нет системы гача. Но, елки-палки, насколько же хитро здесь продумана монетизация. Так, опять же запоминаем. В этой игре нет системы гача. То есть, ну, кто не знает, гача это как раз-таки вот очень такой азартный элемент. Когда ты не можешь зачастую купить то, что тебе надо, какого-то там, например, персонажа. И ты вынужден там постоянно-постоянно закидывать деньги во всякие лутбоксы, чтобы иметь какой-то шанс его выбить. То есть, ну, это вот на самом деле достаточно сильные элементы какой-то азартной игры. То есть, потому что там у тебя нет другого возможности получить то, что ты хочешь, не играя в азартную игру. То есть, это такой мощный инструмент, то есть, мощный признак, по которому можно сказать, что игра на самом деле имеет очень такие ярко выраженные азартные черты. Но здесь его нет, этого элемента. Тут есть просто какая-то система монетизации. Ну, из-за чего игра становится онлайн-казино. Окей, давайте послушаем. Потому что, да, War of Clans это типичная браузерка. Что я имею в виду, это значит, что весь геймплей идет на социальном взаимодействии. Клан, друзья, друг друга там подтягивают, у кого нет денег, ты лошара, ты тянешь клан на дно и так далее. Донать, донать, донать. Для того, чтобы... Ну, а на самом деле все такие игры, они основаны не только на социальном взаимодействии. Опять же, если мы вспомним таксономию Бартла, да, то... Ну, что есть разные типы игроков, то я об этом говорил в одном из видео, по-моему, по Фортнайту. То, как минимум, можно сказать, что подобные игры на развитие там своей базы, такие стратегические, они завязаны не только на социальном взаимодействии, не только на игроков, которые причастны к социальному взаимодействию, но на игроков, которые любят прогрессию в играх. То есть, которые там любят-то по максимуму там все раскачать, по максимуму все построить там, создать там какой-то максимальный отряд и так далее. То есть, ну, стандартные вот эти вот различные кликеры тоже туда же отсылаются. Ну, вот, то есть, они не только на социальном взаимодействии построены. Ну, опять же, небольшой комментарий, то есть, это к самой сути ролика немного имеет значения, просто по правилам человека. О, боже мой, собраться силами и пойти громить другой клан. Ну, громить, направить. Сходить в рейд, короче. Что-то, да, что-то там само кого-нибудь отхлестает. Так вот, здесь на глобальной карте новичку делать нечего. Я так нажимаю там, убить какую-нибудь свинью. Так, ты проапгрейд, ты сначала у себя на базе проапгрейд до 20 уровня, а вот это. Ты сначала вот это там развеет, а вот это, а вот это. То есть, я посчитал, сколько мне понадобится времени. Это несколько недель, блин, для того, чтобы я просто мог убить свинью на карте. Но при этом игра очень добрая. Ну, в том смысле, что она всячески пытается тебя поощрять. Она тебе предлагает бонусы, смотри. Ты только зашел в игру, и мы тебе за 200 рублей, еще раз, это цены с iOS. Пользователи Android, естественно, будут иметь с ценами гораздо ниже. За 200 рублей купи вот этот вот пак. Экономия 1000%. Вот здесь ты получишь столько золота. Вот здесь вот столько ускорителей прокачки. Вот здесь вот это да-да-да-да-да. Вот много всего. 200 рублей? Никогда в жизни такого не видел. Ни разу в жизни не видел, чтобы заходишь в игру, короче. А там для тебя вот специальные стартовые акции. Первый раз такое вижу. 200 рублей, все. Ну, ты такой, наверное, ну, заходишь. 200 рублей не так уж и много. Клик. И у тебя эти 200 рублей, точнее, все бонусы, которые ты покупаешь, ну, где-то так за сутки и улетают. Потому что здесь построй, здесь построй, здесь ускорь. А в таких играх развитие, оно практически бесконечное. Постоянно. Так, этих построй. Ну, поэтому, в том числе, это и привлекает людей, которые любят не социальное взаимодействие, а именно развитие. Вот они строятся. Пока эти строятся, ты не можешь ничего другого строить. Ускоряйся, ускоряйся, ускоряйся. Да, да, да. Строить ты можешь только один домик. Нанимать войска только вот так вот в порядке очереди. Поэтому, да, ты или ускоряешься, или тупишь. Другого не дано. На следующий день игра предлагает. Слышь. Смотри. Новое суперклассное предложение. Вот тот пак, который вчера стоил 9900 рублей. Версия для iOS. 9900 рублей. Сейчас ты можешь купить за 800 рублей. Ну, давай. Давай. И вот столько бонусов. Ты что, дальше будешь апгрейдить. Вот. В чем прикол? Ну, стандартная Эльдорадо. Стандартный, блин, магазин. Да, что мы там, не знаю, задрали цены. Теперь мы их немного опустили. Но ты, главное, купи. Ну, и что? Что тут такого, не знаю, противозаконного, нелегального? Почему это становится казино? Ну, да, там системы монетизации. Ну, у всех мобильных игр подобные системы монетизации. Тут хорошо, еще гачи нету. Скажите спасибо. Для этого, собственно, игровой магазин там и существует. То есть, вот эти... Мы думали, зачем в облице существуют игровые магазины? Чтобы, оказывается, покупать там предметы. Вот это да. Спасибо. Держи в курсе. Я думал, может, в игровой магазин зайду. О, а там, блин, не знаю... Лор, к примеру. Дикие цены в нем, они не для того, чтобы ими люди пользовались. Хотя, я уверен, есть сумасшедшие, которые вываливают 9900 за возможность пару дней что-то там проапгрейдить. Они ради того, чтобы выманить из вас сначала один... Наверное, да. Наверное, существуют. Может, в принципе, таким образом они и затягивают. Вообще, на самом деле, помню, слушал края муха лекцию подобного чувака, который как раз занимался монетизацией в мобильных играх. А на этом, кстати, основа на том, что вначале... Ну, о всех мобильных играх, опять же, не плариум. Что вначале там они тебе стараются завлечь какими-то определенными подобными бонусами. Потом они начинают пробивать. Они сначала тебе дают какой-нибудь очень дорогой пак. Видеть, потом какое-то время ты его не покупаешь, они тебе предоставляют еще более... Ну, дешевле пак. Дешевле, 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 дешевле. Наверное, я не говорю, что во всех играх это работает настолько прямолинейно. Но он просто, в общем, описывал сотрудника мобильной компании. Я, к сожалению, не найду это интервью. Простите, было на каком-то Девгаме или на Уайтнайте, точно не помню. Вот. И в результате, короче, если там вообще он ничего не покупает, ну, мы там оставляем периодически возможности, там ему какие-то подобные акции подкидываем, ну, в основном, хотя бы рекламку ему показать, хотя бы на этом отбиться. Ну, по крайней мере, он так рассказывал. Доллар, потом 3 доллара, потом 4 доллара, копейка. Вот так вот потихонечку, по копеечке они будут из вас сосать денежку. Им плевать, понимаете? Через блогеров, которые завлекают вас, через рекламу людей, которые приходят, ну, когда же там игра начнется? Нам обещали, там экшн. Вот мы на дракарах врываемся в другой клан, начинаем раздавать, кукса, керсон, вперед. Ну, что угодно. Но нет, в игре даже приблизительно нет ничего похожего на вот эти вот стремительные ролики, которыми нас пытаются развлекать. Да ладно, кинематографические ролики не соответствуют геймплею игры? Такое бывает? То есть, вообще, я вообще на самом деле, вот знаете, я вот смотрел вот эту картинку, я вот думал, что у меня вот так и будет на экране. То есть, я, грубо говоря, вот буду вот там вот справа чуваком. Я вообще надеялся, что, знаете, там можно будет управлять там лодкой, например, снаряды запускать, вот лично, да, прям прицеливаться. Да, оказывается, нет. Вот это неожиданность. Нет, ладно, я утрирую, конечно, я все это понимаю. Просто к чему все это ведется? Ведется к тому, что, ну, вы посмотрите, тут вообще-то в геймплейных роликах было показано, что есть сражения, хотя сражения начинаются не сразу, а вот сначала идет развитие базы какое-то там, строительства, да. Ну, окей, ну, игра же с самого начала тебе показывает, что да, то есть мне надо какое-то долгое время проводить строительство базы. Таким образом, большая часть геймплея основана именно на строительстве базы. Ты это понимаешь, и понимаешь, интересно тебе эта игра или нет. То есть если тебе, ты понимаешь, что эта игра больше про строительство базы, чем там, чем про завоевания какие-то и битвы, ну, удаляешь игру, идешь и играешь то, где есть там завоевания и битвы. Ну, в чем проблема-то? Поэтому человек, естественно, может быстро охладеть, но в игре специально вот такой задуман порог. То есть ты, перед тем, как выйти на глобальную карту, должен развиться. Тебе хочется как можно быстрее это сделать, поэтому ты будешь покупать вот эти вот микро вот эти займы делать, да, вот эти вот микро-покупочки, которые как бы ничего такого серьезного собой не представляют. Это может себе позволить каждый. Я думаю, наоборот, это работает. Я думаю, извините мое мнение, что это работает много наоборот. Ты заходишь, видишь, что тебе или долго прокачиваться, там высокий порог выхода на карту, понимаешь, что большая часть игры, опять же, про прокачку, но если тебе неинтересна прокачка, ты выходишь оттуда. А не то, что там, типа, ты заходишь в игру, такой понимаешь, там где-то впереди, может быть, битва, мне обязательно надо посмотреть, как эта битва работает. Ты, короче, закидываешь туда деньги, потому что надо посмотреть, что там за битва. Смотришь, битва плохая. Но это глупость, честно, ребят, это глупость. Тебе не нравится геймплей игры, ты идешь просто в другую игру, которая реализует лучший геймплей, вот и все. Это, наоборот, хорошо, что игра сразу показывает, о чем она. Что она в основном про строительство, но она и демонстрирует с самого начала, что она про строительство подобное. Ну и про развитие твоей базы. При этом они, наверное, обязательны. То есть человек, который посмотрит, потыкает, плюнет и выйдет, да? Человек, который захочет посмотреть, а где же там эндгейм, где же вот это вот взаимодействие? Он, конечно же, будет понемножечку вкладываться. А потом, естественно, разочаруется и уйдет. Но он уже в лоб. Охеренная, охеренная система монетизации. Знаете, я вообще всю жизнь думал, что подобные игры, они немножко по-другому функционируют. Что, знаете, они там вначале дают тебе кучу бабла, чтобы ты развивал свою базу, да? А после этого делают развитие крайне медленным. Что или тебе приходится, по сути, забрасывать свою базу на несколько дней, что не очень хочется. Либо тебе приходится донатить, чтобы поддерживать свою базу, роботоспособность в состоянии, там, грубо говоря, выдвигаться дальше, дальше, дальше. То есть я думал, они этим завлекают. А не тем, что, блин, ты вышел в игру, и тебе игра говорит, у меня там будет что-то классное. Но ты денег заплати, я тебе покажу. Ты денег заплатишь, она тебе показывает, и ты говоришь, что-то не классное. И уходишь. Вот такая вот система монетизации игры, короче. О, боже мой. А смысл, блин, один человек, если там реально такой говёный геймплей, за который ещё надо заплатить, так, блин, один человек, посмотрит, что там говёный геймплей, как бы запишут этот геймплей, скажут, ребят, не ходите, там говёный геймплей, короче, никто не пойдёт туда больше. Охеренная монетизация просто. Вот эта схема. И никто, и никто, и никто не знает, что там за геймплей. Вы откройте глаза, хоть расскажите, что там за геймплей. Вы покажите, видимо, даже вы, короче, не задонатили, но вы покажите, вот какой плохой геймплей, ребят, не донатьте эти 200 рублей, там, или 300, или сколько необходимо для выхода на мировую карту. А то все туда рвутся на мировую карту, думают, что там вообще, что она там фееричная, там, Fortnite, блин, я не знаю, какой-то. А там такого нет. Вот, вот. Приходят в игру благодаря рекламе. И вот находятся среди них люди, которые сразу отваливаются. Другая часть соглашается задонатить 1 доллар, 2 доллара. Ну, вот этот базовый комплект. Потом находятся люди, которые, ну, десятку, двадцатку заносят, причём они не чувствуют себя обиженными, потому что, ну, немного. Потом находятся люди, которые сотку тысячу, а потом идут уже клан-лидеры. Вот на этом оно и строится. То есть социальное взаимодействие уже зависит исключительно от игроков. Ни в коем случае не наезжаю на тех людей, которым викинги нравятся. Я сам играл в бойцовский клуб, я знаю, как это завлекает. Завлекает не геймплей, завлекает общение с другими. Да, ну, когда мы тут вместе все собираемся. Вот, опять же, завлекает... Господи, ну, мне вот видите, я вот поэтому думал промасывать, потому что... Ну, или как-нибудь обрезать, потому что... Одно и то же повторяется. Понимаешь, завлекает это тебя, это твой игровой опыт. А на самом деле игра строится в том числе и на другом. То есть там, ну, не знаю, мне вот, например, не очень интересно социальное взаимодействие. Я тоже играл в подобные игры, ну, там, периодически зависал. Но мне вот, наоборот, больше прикалывало то, что вот раскачать свою базу до максимального левела. Я вообще ни в какие кланы никогда не вступал. Понимаешь, это твой субъективный игровой опыт. Просто ты анализировать ни хрена не умеешь. И нифига не понимаешь в играх, скорее всего. Ладно, это перебор был, согласен. И я там... Да, и Фирм там, Демиир, я знаю, что это такое, но есть куда больше количество интересных продуктов, которых на самом деле есть чем заниматься. Потому что я знаю, что они есть, эти продукты. Они мне интересны, эти продукты. В отличие от этой бесконечной унылой манипулятивной гринделки, в которой геймдизайна нет именно из-за того, что разработчикам... Пожалуйста, запомните такую херню. Это уже просто не первый раз. Мы уже в прошлый раз это обсуждали у журналистов, не знаю, можно так сказать, со СтопГейм. И вот теперь сейчас... Ребят, не может не быть геймдизайна. Он может быть плохой. Да, я понимаю, что это придирка, но это все равно, что ты говоришь, что у игры нет арта. Но потому что все расположение, как расположить вот эти все ресурсы и так далее, это все элементы геймдизайна. Не может не быть геймдизайна. Он может быть херовый, понимаете? Кому он не нужен. Как-нибудь сами справитесь. Не нравится? Пошли нафиг. Точно так же, как не может быть человек, который не занимался бы геймдизайном. Ну, задача плавиумов, как и компании, которая является владельцем плавиумов, не делать интересные игры. Их задача предложить систему по выкачиванию денег. И игрование... Окей, ладно, давайте здесь остановимся, потому что тут четко прозвучал тезис. Я уже пару раз анонсировал этот разговор, но, ребят, я вам скажу честно, в мобильных играх всегда так. Никто не делает просто интересную игру, все делают именно мультипликатор бабла, потому что как всегда это работает. Ты делаешь какой-либо проект, игру, да, то есть, после этого запускаешь его, ну, у тебя есть игра. Но, понимаете, у самого плеймаркета особо нет возможности ее пропиарить. Там выходит куча проектов, то есть, если ты ее просто выкинешь, ее просто никто не увидит, на этом все закончится. И даже нет никаких инструментов, нет никаких там бесплатных блогеров, которые очень много смотрят там новые проекты, которые выходят на мобилках. Такого нет. Поэтому всегда, всегда, когда ты запускаешь какую-либо мобильную игру, мобильную игру, особенно бесплатную, ты как делаешь? Ты вкидываешь в софт-лонч условную, там, не знаю, 10 тысяч рублей, и смотришь, сколько ты получаешь с этих 10 тысяч рублей. Там есть разные показатели, давайте не будем этим углубляться, какой трейлер там ты демонстрируешь, какой показатель перехода там по CTR, какой коэффициент взаимодействия с игрой продолжительности, там, ретеншн, там, отвал там в разные дни, сколько там денег она приносит, и так далее. Там есть отдельные показатели, но всегда любая мобильная игра это просто мультипликатор бабла. Ты закидываешь туда там 10 тысяч рублей, и смотришь, сколько тебе эти 10 тысяч рублей принесут, потому что ты их закидываешь там на рекламу обычно на самом же Гугле, и смотришь потом, сколько тебе это вложение 10 тысяч приносит. Если ты закинул 10 тысяч, а тебе принесло там 15-20 тысяч, все, хорошо работаем. Если закинул 10 тысяч, принесло 11, все, ладно, короче, закрываем игру. Не будет никогда, блин, такой студии, никогда не будет, которая, блин, сделает, о, мы сделали качественную игру мечты, поэтому мы сейчас ее выложим на Гугл, тогда мне никто играть не будет, но мы туда, короче, вложим, не знаю, миллион рублей, хотя по факту это, не знаю, потом получим 800 тысяч, по факту просто потеряем 200 тысяч рублей, зато о нашей игре узнают Люри, Люри узнают о нашей игре, короче, нет такой компании, не будет, все мобильные игры, это всегда просто мультипликатор бабла, хорошо настроенный, вот и все. И поэтому говорить, что эти вот люди хотят чисто вот, эти разработчики хотят бабла, они нужны только для выкачивания денег, ну все, блин, все они нужны для выкачивания денег, они так или иначе себя строят, да, некоторые там более, ну, какой-то новый эмоционный геймплей пытаются придумать, некоторые нет, но все равно, так или иначе, все игры подобные, это именно мультипликатор денег. А вот, кстати, насколько там игра в чем-то новая или старая, то есть, какие-то там новые элементы содержатся, может быть, об этом стоит дискутировать, но вы же нам ни хрена не рассказываете, ребят, вы же нам ни хрена не рассказываете, что это там за игра, там какие тут есть моменты, то есть, ну, вы так вот, в общем, очень рассказали, что, ну, нечего делать, короче, заходишь, там тыкаешь, тыкаешь, что-то прокачиваешь, там, конечно, можно в рейт сходить, но что-то в рейт вроде не очень хочется сходить, а надо деньги занести, а там какой-то геймплей вообще скучный потом, все люди посмотрят и разочаруются, ну, вот, вот такое вот, блин, вот так вот, вот спасибо, очень много вы рассказали об игре, это позволяет, позволяет на таком уровне свободы, которая в игровом бизнесе и не снилась, здесь вот в чем проблема, здесь вот на что мы хотим обратить внимание, что, опять же, привязка к игровому бизнесу, ну, при чем здесь игровой бизнес? Да, когда мы смотрим, когда мы говорим о некоторых донатных помойках и говорим, да блин, это казино, по сути, эти помо... Что вы, сейчас, лжецы, потому что это ни хрена не казино, опять же, казино-то, оно в чем, на чем завязано, во-первых, там игровой момент, тут вы сами говорите, нету гачи игр, нету момента гачи игр, то есть я так понимаю, что здесь есть, конечно, сундуки вы какие-то там показывали, вы о них не говорили даже, но я просто вот из геймплея увидел, что там есть какие-то сундуки, ну, судя по всему, из сундуков выбивается те же ресурсы, которые ты можешь покупать, то есть там их может быть просто там в рандомных количествах, может быть, я не знаю, понимаете, ребята ничего не рассказали об игре, но вот мне приходится как-то выкручиваться, но если, грубо говоря, там, ты просто прокачиваешь, там, например, тебе там дают, там, тебе не хватает дерева, там, вот, заплати столько и купи дерево, заплати столько, там, и получи вот это определенное, то тут даже нет никакого бельнозартного элемента даже в игре, черт убери, какой чертям казино, причем казино, ну, в чем смысл-то казино, что ты платишь деньги, чтобы получить деньги, вот, понимаете, в этом смысл казино, то есть, это азартная игра, как и многие азартные игры, но именно вот в этом смысл казино, что ты платишь деньги, чтобы получить деньги, если ты платишь деньги и шанс получить, и шанс выиграть деньги крайне мал, то зачастую это называют, там, грубо говоря, нелегальным казино, там должны быть какие-то определенные шанс выигрыши, там, у казино есть, по-моему, проверяют, да, вот, вот это казино, а это каким боком казино относится, я вообще не понимаю. Мойки нам в ответ поверачиваются. Да. Нами и владеют, собственно, владельцы казино. Да. А будут владеть РПЦ, значит, мы будем с христианскими святынями. Мы будем иконами, короче. Вот завтра нас купят, а вот завтра вот этот. Викингов купят РПЦ, и викинг станет иконой. Короче, автоматически. Да, как там было в фильме Мартина Скорсеза казино. Нельзя выиграть у казино, точнее, можно только, если вы купите себе казино. Но в реальном казино, повторяю, хотя бы есть шанс зацепиться за какие-то деньги. В этих играх таких шансов, в общем-то, нет. Да потому что, понимаете, мне приходится сто раз повторять заранее. Вот поэтому я не знаю, вот что мне делать. То ли мне вырезать это все нахрен, потом вы скажете, что я вырезал, блин, какие-то определенные там моменты, и там все объяснено было, на самом деле. Или мне просто опять вот в очередной раз просто молча прослушивать, что, грубо говоря, вы представляете, в казино можно выиграть деньги, а вот в мобильной игре, там нельзя выиграть деньги? А мы думали, можно выиграть деньги? Оказывается, это нет. Оказывается, вот ты, когда вот тебе пишут, да, вот заплати 100 рублей и получи 500 дерева, а я думал, я думал, вот я вот щелкну, и мне дадут вот не 500 дерева, а мне дадут вот на счет упадет 1000 рублей, а мне дадут 500 дерева. Представляете? Вот это да. Вот это неожиданность была. Вот мне приходится по 100 раз это повторять, короче. Ну, потому что они повторяют по 100 раз. А мне приходится просто тогда сидеть и слушать, как они в очередной раз это разжевывают, ну, с быка на большим количеством эпитетов. Теперь давайте все это не казино, а это ужасное казино. Это выкачивание бабла, это бросание людей на деньги, это, ну, давай, давай, продолжай. Есть только возможность получить, стать чуть сильнее, и чтобы потом еще стать чуть сильнее. Чтобы пришел человек, который вложил еще сильнее. Да, и кто кого передонатит. Такая вот битва китов, когда один кидает деньги в экран смартфона или планшета, и другой кидает деньги. Вот у кого в кубышке больше денег, тот и выиграл. Замечательно. Еще раз повторяю, в игорном бизнесе похожая задача у казино. Тоже заставить людей кидать деньги в рулетку. Но в игорном бизнесе... Это тоже похожая задача, короче, там два чувака, это... Две рулетки, и они друг торопят в друга, и кто больше, короче, денег в рулетку кинет, тот и выиграл. Ну, все, похожая задача, да, то есть очень похожая задача. Потому что мобильная игра хочет, чтобы вы у нее что-то купили. И чтобы потратили на нее деньги. И казино хочет, чтобы вы потратили на нее деньги. Да и покупка хлеба, в принципе, это тоже, это казино, это... Они хотят, чтобы, блядь, ты потратил деньги. Что это такое? Куда не выйдешь? Везде казино, они сплошные. Все хотят, чтобы я деньги им свои отдал. Что за гава? За это может прилететь по голове. Если ты используешь слишком активную рекламу. Если ты слишком яростно продвигаешь манипулятивные методы. И так далее, и так далее. Вот, кстати, может, я не в курсе. Мне интересно было бы, напишите в комментариях реально. А вот если, грубо говоря, если можно рекламировать, да, но ты используешь рекламу агрессивно, то типа этого уже нельзя. Ну, в смысле, есть определенные там моменты, когда там, не знаю, там, какие-то там ложные, даешь сведения там о своем продукте и так далее. Ну, есть такие моменты. А именно в части агрессии, то есть, если ты, не знаю, куда больше выкатил рекламы, чем надо, есть какие-то квоты на рекламу. Окей, я, может, просто в данном случае некомпетентен, мне просто было бы интересно об этом узнать. У тебя куча иголок в задницах. Просто если знаете, ну, просветите меня, мне был бы интересный этот момент. Несоответствие рекламы и контент. Да-да-да-да, обман. Из-за чего должно прилетать подобным играм, на самом деле. Да, обманная реклама и тогда... Несоответствие рекламы и контент. А в чем было несоответствие, что они показывали кинематографические роли, в которых викинги ехали на корабликах, а по факту, то есть, они тоже, конечно, могут поехать на корабликах, но только когда ты будешь долго развиваться, и кораблики будут сверху, а не сбоку. В чем манипуляция, в чем обман рекламной кампании? И так далее, и так далее. То есть, здесь, по сути, человек, у которого задница уже достаточно мощная, привычного сидеть на стуле с гвоздями, его посадили на стул, или там, кресло эпохи барокко. Пошел, блин, личный жизненный опыт. К чему все это? Знаете, вот куча эпитетов, и непонятно вообще к чему. Куча каких-то сравнений, олицетворений. К чему это? К чему это все ведет? К тому, что, опять же, наверное, к тому, что мобильные игры — это казино. Совершенно идиотский тезис. Почему мобильные игры — это казино? Ну, потому что они рекламу как казино используют, потому что они деньги хотят как казино, потому что владеют ими компании, которые в том числе занимаются казино. Поэтому и казино. Поэтому и казино. ...душками. И он не понимает, я думаю, первое время, что вообще происходит. А здесь, на, пожалуйста, дети. Такой вот метод. Блогеры, которые никогда в жизни казино не будут рекламировать. За шквар. Потому что, да, это за шквар, это ужасно, ууу, ставки эти, как это можно? Но, опять же, блогер... Повторюсь. Ладно, блогеры, опять же, не будут рекламировать, потому что, скорее всего... Ну, опять же, за шквар считается, обычно рекламируют то, которые потенциально мошенники. Потому что, если ты рекламируешь какого-то честного букмейкера, который там проверенный, я думаю, это что-то уже находится в рамках какой-то серой морали. Опять же, я ни разу не рекламировал. Но я, в принципе, не знаю, не стал бы сильно хейтить людей, которые там, на самом деле, рекламируют букмейкеров, которые работают там легально, выплачивают деньги, там, нормальные коэффициенты, там, и все прочее. Потому что, ну, мы как общество допускаем возможность таких букмейкеров. Ну, хрен ли, тогда мы не можем их рекламировать. Мы допускаем, что есть возможность таких людей, как букмейкеры. Почему тогда их рекламировать нельзя? Букмейкеры, зло, казино, зло с удовольствием пропиарят твой товар. Но алкоголь, зло тоже. Тоже алкоголь нельзя рекламировать. И вот подобное, идиотизм подобный, тоже зло. Что ж поделать-то, видите? Все как-то выживают, как могут. Скажут, где их искать, как их искать, все, что нужно, проговорят, да. Как раз таки дело в блогерах. Все дело в блогерах. Потому что компания Плайум, это, несомненно, умная компания. Если вы посмотрите на список вакансий открытых, можете пойти трудоустроиться туда. А почему нет? Если не любите заниматься такими банальными, мошенническими схемами, по которым может прилететь, вас может заинтересоваться полиция, то вы можете идти в Плариум. Там они отрабатывают системы манипуляции людьми. У них список вакансий, аналитик данных, исследование аудитории. А можете идти в XBT Games. Они примерно такими же манипуляциями занимаются, но там еще меньше вероятности, что что-то прилетит, короче. Кстати, секундочку. Кстати, мы зашли на сайт Плариум, в раздел карьеры, и угадайте, какие мы видели первые же предложения. Junior Game Designer, Game Designer. Слушай, вот ты не мог эту херню не видеть, вот честно. И ты на этом говорил, что у них нет вакансий по Game Designer. Ладно, окей, да. Наверное, знаете, наверное, их не было. Наверное, вот они вот сейчас посмотрели ролик 28 апреля, три дня назад, да. Они посмотрели, наверное, три дня назад ваш ролик, такие, точно, нам геймдизайнер нужен. Короче, решили двух нанять. Все. Ну, теперь вот два геймдизайнера у них будет, теперь у них игры, короче, попрут. До этого ни одного у них геймдизайнера точно не было. Ну, там же кто-то что-то сказал, что геймдизайнеров не было, поэтому точно нет такого. Ну, а сейчас, короче, вот... Вот они сейчас как раз вот двух геймдизайнеров возьмут, они только начинают. Они только решили двух геймдизайнеров взять И попрут, короче, классные игры Ребят, все нормально, сейчас с Plarium Можете, короче, больше их не хейтить У них два геймдизайнера появилось Так что все нормально Сейчас игры классные пойдут Поехали Управление поведением аудитории Отслеживание финансовых потоков Настройка экономики игры Чтоб игроки донатили еще больше Огромное количество открытых вакансий Пожалуйста Ну вот так же, я думаю, мы вполне можем найти И другие вакансии различные Ну опять же, на какой вы будете раздел смотреть Если вы будете смотреть раздел Маркетинг, да, там будут люди с маркетинга Представляете, а если вы будете смотреть Раздел с девелопмент Который, кстати, гораздо больше, так, на секундочку Вы будете видеть девелоперские Девелоперские должности Прикиньте, как все Оказывается, это категория называется, ребят Это называется разбитие на категории А если вы будете смотреть там визуальную часть Там будут артисты всякие, которые арт рисуют Прикиньте, вот это да Вы обращайтесь, если что Я вам таких лайфхаков еще много расскажу Естественно, огромное количество вакансий для тех людей Которые занимаются работой с прессой и с блогерами И которые присылают блогерам очень интересные документы Каждый месяц для того, чтобы блогеры рассказывали Несли, так сказать, свет в массам У блогеров есть аудитория Вот что печально У блогеров есть аудитория Это очень печально Это главная проблема, короче, 21 века Я в каких случаях сверился, может, уже не 21 века Особенно у таких блогеров есть аудитория Это очень печально Запретите, пожалуйста, что-нибудь аудиторию блогеров Это убивает меня Эта аудитория этим блогерам доверяет Некоторые относятся к рекламе Ну, ладно, ты проекламировал Главное, что ты парень хороший А другие ведутся, потому что они доверяют Ну, они всерьез верят, что вот если человек говорит Ищите меня в рейзе Он там есть И там наверняка можно будет с ним как-нибудь поиграть Взаимодействовать, пообщаться И они идут, потому что верят Потому что думают Ну, ёлки-палки Этот же человек не будет рекламировать какое-нибудь говно Окей, вот мы дошли, короче, до этого замечательного момента Вы знаете, я думаю, нам надо с вами ввести определенный термин Потому что он нам часто потребуется Если мы будем дальше смотреть ролики АXBT Games Просто в чём фишка? Нам надо ввести такой термин, как Младенец с АXBT Потому что, вы знаете, ребята постоянно апеллируют Какому-то условному человеку Который, у меня такое ощущение Не только то, что только что подключился, да, к игре То есть не только что подключился к интернету А он, знаете, он примерно вот Вчера научился понимать, что люди говорят Он ещё ни телевизора, короче, не смотрел Он газеты не видел Он вот только-только подключился к интернету И поэтому для него всё в новинку Он прям ничего не знает Вот такой вот условный младенец АXBT Потому что, конечно же Когда ты заходишь на видос блогера Где существуют определенные яркие маркеры того Что тут содержится реклама Знаете, когда вот там есть метка Что в ролике содержится реклама Когда человек упоминает, что это спонсор ролика Когда, к примеру, ролик, например, называется Там, ну, не знаю Обзор игры Fortnite И он вначале начинает говорить Ой, ещё я хотел бы вам рассказать о прикольной игре Raid Shadow Legends Короче, вы там можете залезть там и поиграть Да, вот кто? Кто такой идиот, который не понимает Что это рекламные интеграции? Да, я понимаю, что бывают рекламные интеграции Такие очень размытые Где люди это... Ещё будет там ссылка внизу в описании Да, переходите, регистрируйтесь Кто, блин, не понимает, что это реклама? Кто эти идиоты? Кто эти дегенераты? Я не понимаю Ну, блин, да Я понимаю, что есть, опять же, рекламные интеграции Которые такие очень-очень-очень плавные Тут можно предъявлять Да, есть рекламные вообще ролики Где ты не можешь понять Это мнение человека или это реклама Да, в этом проблема есть Но когда человек даёт чёткие маркеры того Что это, блин, реклама В чём тогда проблема? Люди все понимают, что это реклама Но это то же самое Я не знаю Это на кого рассчитано На тех людей, которые думают Что Милка до сих пор, блин, производится из молока фиолетовых коров Или я не знаю Что безруков пошёл Взял, короче, кредит в Совкомбанке Ему так сильно понравилось, короче Что он решил Вот к тебе в телевизор залезть специально И рассказать, что Такой классный кредит Вот я брал тут, пацаны Возьмите тоже кредит Вот Вот на этих людей это рассчитано Ну, с такими людьми, да У нас проблемы У нас проблемы В общем, наличие таких людей тогда Но, опять же Этот XBT-младенец всплывёт ещё много раз Короче, ребят Если есть определённые маркеры, что это реклама Все, блин, понимают, что это реклама Что Ну, это такая же реклама Как, блин, на Ютубе всплывает реклама Только, грубо говоря, тут блогер зарабатывает деньги Ничего в этом страшного нет И многие люди, спасибо, это понимают Но вот благодаря вот таким ребятам с XBT Games Множится количество дегенератов Которые приходят и говорят У тебя реклама Какого хера у тебя реклама Ну, у меня такое редко бывало На самом деле, потому что давно уже рекламой не занимаюсь Но потенциально, я думаю, что, может быть, ещё займусь рекламой И меня напрягает, что вот Есть люди, которые настраивают потенциальную аудиторию Против определённых блогеров Которые занимаются этой рекламой А, по сути, гораздо лучше, с моей точки зрения Если бы он вот так вот встал гордо и сказал Всё, я рекламирую казино Букмекерские конторы Честно Мне кажется, лучше бы вы встали бы просто у Тоба и сказали Мы два ни в чём не разбирающихся Бола Вот Мы манипулируем Мы несем какую-то херню Вот мне лучше бы Мне хотелось бы, чтобы вы так сделали Ну почему вы так не делаете Вот поэтому, наверное, и люди не рекламируют нелегальные казино Вот видите, несовпадание, ожидание, реальность Проблема очень большая Потому что те Букмекерские конторы, которые работают в легальном поле Они работают по лицензии У них есть строгая отчётность Понимаете? Поэтому это, по крайней мере, честно В отличие от данной системы, которая вся основана на манипуляциях И манипуляция начинается, собственно говоря, с документом, с которым должен работать блогер И сейчас, я думаю, многие из вас увидят знакомые сценарии Которые вы видели в рекламах и рейда И, естественно, викингов Потому что Знакомые сценарии Потому что, ребят, вы же до этого не предполагали, что это реклама Вы думали, что, знаете, блогеру очень понравилось Знаете, просто блогер, короче, поиграл в рейд Shadow Legends Ему так сильно понравилось Что он, короче, ну, он решил отдельный ролик по нему не писать Но он, короче, решил, что теперь он будет в каждом ролике говорить про Shadow Legends Он, короче, будет пилить ролик, там, не знаю, по Fortnite, по Minecraft И всё равно поменят А я ещё, кстати, в Shadow Legends играю Знаете, почему? Потому что мега охеренная игра Все играют в Shadow Legends, потому что мне очень сильно понравилось Вот, вот, да Вот, и наверняка Вы до этого так думали? Нет Сейчас вот нам, ребята, всё расскажут Теперь мы поймём, что это всё враньё, оказывается, понимаете? Возможно, скоро мы дойдём до того, что когда там блогеры говорят там Здравствуйте, друзья, оказывается, что, блин, они нам не друзья Ну, оказывается, если ты, блин, к нему домой придёшь и скажешь Слушай, ты меня другом же называл, давай бухать вместе А он не захочет с тобой бухать, не захочет тебя домой пускать Оказывается, манипуляции чёртовы опять, а? Оказывается, блин, мы с ним не друзья, а я уже достроился Нам пишут Подводка Нельзя начинать рекламу резко Она должна начинаться в самом вашем ролике Ну, да, нужно напомнить, что мы разыгрываем там какой-нибудь продукт От компании Apple Поэтому нужно сделать подводку Вот, допустим, у меня есть яблочко Но если б не компания Plarium Оно бы так и осталось с простым яблочком, да? Да, то есть дело в том, почему вот такая вот плавная подводка Когда реклама у блогеров ярко выражена Её несложно промотать Она понятна и люди Плавная подводка не влияет, ну, это ещё не значит, что реклама не ярко выражена Там написано, что должна быть плавная подводка, чтобы не было смены локации Например, я там вот здесь говорю, там, да-да-да-да А потом бац, внезапно, пфу, всё меняется Я совсем в другом месте стою Такой, а, сегодня всё, там, вот Plarium Да, на самом деле, потому что, грубо говоря, это смотрится очень резко Если там ты говоришь, например Ну, понимаете, то есть плавность от этого не обязательно зависит Да, то есть, грубо говоря Если, например, говоришь Слушайте, у меня вот тут реклама свитеров с горными козлами А знаете, где ещё есть горные козлы? В Raid Shadow Legends, да Это, ну, чтобы люди не поняли, что это реклама, конечно Ведь если при этом, то есть, грубо говоря, я останусь в той же локации Ну, то люди не поймут, что это реклама, конечно Ну, всё понятно, реклама Кому неинтересно, спокойно проматывают А когда идёт вот такое плавное погружение Это такой психологический расчёт на то, что человек зацепится Начинается с интересной сценки Да, 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 он заинтересуется Да, начинается с интересной сценки Прям такой психологический расчёт Я где-то видел такой же психологический расчёт Знаете, там кричащее название Интересная сценка такая вот комическая Я где-то видел такие психологические манипуляции В ближайшие 31 минуту назад интересно, где бы я их видел блогер начинает откровенно опять же, вами манипулировать здесь написано сценарий озвучьте заветное желание своей аудитории, ребята у меня есть желание купить новую камеру например, да, или я купил новую камеру, или я развиваюсь благодаря плариум, благодаря викингам да, ребята, вот благодаря этой рекламе я, собственно говоря, живу зайди, поддержи, прекрасный рекламодатель вот прекрасный, он человек, блин, проговаривает, что это рекламодатель, что это, вон, блин, моего спонсора и мы до сих пор не понимаем, что это реклама ребят, у меня, короче, есть спонсор рекламодатель, но это не реклама ну, вы же понимаете, что это не реклама если я, блин, говорю, что у меня, блин, рекламодатель и спонсор, то, ну, конечно же это ни в коем случае не является ну, никто же не поймет, что это реклама если скажут, что мой спонсор такой-то все подумают, что просто тебе очень сильно понравилось, что тебе они очень сильно нравятся, а им нравишься ты, потому что ты крутой чувак, он просто крыша, короче. И они поэтому тебя спонсируют. Ну, не потому, что ты их рекламируешь, нет, совсем не из-за этого. Часть расходов мне удалось покрыть с помощью моего спонсора мобильной игры Викинги. Поддержите меня и моего спонсора, и с вашей помощью я смогу и вставить свое. Поддержите моего спонсора, ну, конечно. Это может быть реклама, если ты говоришь, что поддержите моего спонсора. Нет, это точно не реклама. Условный этот, младенец Аэксбити никогда не догадается, что это реклама. Прекрасно. И здесь же описано, я смотрел недавно просто ролик на одном канале, который созвучен с придуманным мной спилсаком, да? Вот. И если вы хотите повысить взаимодействие со своими подписчиками, то предлагаем разместить в рекламном фрагменте пасхалку. Например, можно предложить первым, кто найдет скрытую картинку викинга в интеграцию и напишет об этом комментарии, какой-нибудь маленький сюрприз. Да. И подобные системы. Я думал, о боже мой, они сами все это придумывают. Они такие творческие, классные ребята. Творческие, классные ребята. Ну, видимо, все-таки вот этот младенец с Аэксбити, это вот этот чувак, да? Потому что, ну да, когда ты видишь, блин, под копирку сто тысяч, ну не знаю, в сотнях роликах разных блогеров один и тот же текст, ты, наверное, думаешь, что они сами это придумали. Ну, конечно же. Ну, как иначе-то? Когда ты... Он же сам говорит, там, у кучи влогеров один и тот же текст, но у них просто так совпало, они просто все одинаково придумали. Они мыслят одинаково. У них там, короче, общая материнская система там где-то находится. Короче, коллективный разум. Ну, вот, вот он, младенец с Аэксбити, только он немножко бородатый и усатый. Ну, такие младенцы тоже бывают, что ж поделать. Ребята сидят в студии Плариум, которые рассылают такие документы и которые учат блогеров вами манипулировать. Еще раз, для понимания... Ну, вот эти чуваки, видите, они сами научились манипулировать. Вот профессионалы, вот что значит профессионалы, сами научились манипулировать. Ни какой Плариум не нужен. Кому они это рассылают? Они рассылают это блогерам, у которых есть сто... И больше тысяч подписчиков. Да, тысяч подписчиков. Эти блогеры чисто за рекламу с Ютуба зарабатывают тысячи долларов. Это без рекламы вообще. Это просто, просто с Ютуба. Вот это вот, вот эти вот вставочки, которые вас очень сильно раздражают, именно это приносит им тысячи, не тысяча, тысячи долларов. Это зависит от количества контента. И от того, живой канал или нет. Но, тем не менее... Вот нихрена, кстати, не тем не менее. Чувство опять было говорить, что аж прикапывается к каждому слову. Ну, извините, тут уж тоже придется небольшой ликбез сделать, а то вот эти чуваки какую-то херню несут, потом они будут на блогеров гнать. На самом деле, количество подписчиков очень слабо коррелируется с тем, сколько блогеры зарабатывают. Ну, на подобной рекламе. Потому что заработок зависит от просмотров. От просмотров, от длительности ролика. Да, тут, конечно, сложно сказать, предположить, сколько запихнуло блогер рекламы в видео, потому что это можно делать как автоматически, так и вручную через каждую минуту напихать этой рекламы. Но факт остается фактом. Чтобы подписчикам, вообще нихрена не оценишь. Примерно, примерно можно оценить по просмотрам. Вы знаете, я могу сказать вам свой опыт. У меня вот... В том числе я занимался когда основным каналом, довольно активным. У меня никогда не превышало, к сожалению. Ну, у меня опять же там было подписчиков сколько там? Больше 40 тысяч человек. Ну, я, значит, должен зарабатывать не тысячи, а тысячу хотя бы. Да? То есть, ну, ты говоришь, тысячи, ну, давай хотя бы две тысячи. Ну, так нам предполагается, что тысяч семь, наверное. Ну, ладно, предположим, что имеется в виду две тысячи. То есть, я должен примерно одну тысячу зарабатывать. Да? Раз у меня там 40 тысяч подписчиков. Причем я там занимался. Ну, я выкладывал ролики где-то там раз в месяц, раз в два месяца. Ну, честно, у меня было всегда просмотров, я до 200 тысяч просмотров в месяц вообще никогда не поднимался, но колебался около где-то 100 тысяч просмотров. И я за все время не получал никогда больше 50 баксов. 50 баксов с Ютуба. То есть, чтобы вы понимали, на самом деле, тут опять же зависит от количества рекламы, которую ты запихаешь в ролик, это может коррелироваться. Но если ты врубаешь автоматическую рекламу и делаешь видео примерно, не знаю, 15-20 минут среднюю продолжительность, то тебе надо, чтобы видео смотрели в месяц миллионы раз. Миллионы. Надо миллионы просмотров. Миллионы в семь, наверное. Чтобы надо, чтобы зарабатывать подобные деньги на Ютубе. Это от количества подписчиков вообще никак не зависит. Есть куча людей, которые там даже активно пилят контент, но у них там все равно по тысяче, по две просмотров, на самом деле. Это вообще никак не зависит, не коррелируется. Ну, опять же, такой небольшой ликбез, что вы, кстати, можете легко посмотреть, сколько просмотров видео, если вы зайдете в Social Blade. То есть, вот, заходите в Social Blade, я зашел на свой основной канал, я уже там ничего не выкладывал, но когда выкладывал, я говорю, там было более-менее стабильно, ну, сколько, ну, колебалось, конечно, туда-сюда, ну, чуть больше 100 тысяч, но я никогда не зарабатывал больше 50 баксов в месяц. Так что, ну, знайте это. То есть, уже на этом этапе, я хочу, тут у меня, тут такая мечта, уже чисто YouTube ему все его мечты оплачивает, а дальше начинается вот именно такая вот... Так, секундочку, давайте посмотрим, что у вас там, ребят. Ну, мне просто интересно. Сколько у вас просмотров? У вас просто тоже больше 100 тысяч, как бы, да? На XBT Game? Угу. Сколько у вас просмотров-то? По 4, по 5 миллионов. Тем более у вас больше 100 тысяч подписчиков, активность большая, длительность роликов, блин, по часу, дохрена рекламы можно напихать, да? Я предполагаю, ребят, что все ваши уже надежды, мечты и фантазии уже тоже оплатил YouTube, да? А какого хрена, простите, у вас Patreon тут еще находится, а? Зачем вам донатить на Patreon? Зачем люди донатят вам на Patreon, раз у вас и так уже все ваши мечты исполнены, вы уже дохрена денег зарабатываете? Кстати, сколько у вас? Еще 1000 долларов, 527 человек, причем даже нету никаких тиров, да? Мы не игровые компании, все, даже никаких вознаграждений нету. То есть, ну, я понимаю, что там люди, которые там меня хоть в титрах упоминают, но хоть что-то делают там, например, ну, вы даже этого не делаете, вы просто, короче, с людей берете деньги, несмотря на то, что вы сами признались, что все ваши мечты уже вам давно оплатил YouTube, вы и так там уже зарабатываете столько, что, ну, вам это нахрен не надо, да? Но вы все равно с людей продолжаете грести бабло. Ну, кто тогда лицемер, это как не вы? Небольшая жадность. Да, и здесь еще такой очень интересный. Вот жадные блогеры, не то чтобы... Момент. Существует в современном мире немало способов напрямую поддержать блогера, который вам нравится. Напрямую перечислить по той или иной системе ему деньги. А здесь, в данном случае, благодаря спонсору, вот поддержите... вы поддержи вот эту компанию, для того, чтобы она поддержала блогеру, ну, как-то я не знаю. такой очень интересный подход внезапно появляется в этой системе посредник. Посредник, вот благодаря которому блогер может дальше жить и развиваться. При этом напрямую как-то просить деньги, без учета посредника. Не, ну, можно, конечно, но вот можно и с посредником, и напрямую, дескать. И, кстати, вот тут с ребятами я должен согласиться. Это на самом деле отвратительно, ужасно вообще, что вот такое существует, что какие-то посредники, зачем они вообще нужны, да? Какие-то, блин, посредники. Легко можно просто человека напрямую поддержать. Это я абсолютно согласен. Я только не понимаю по-другому, зачем, извините, у вас тогда есть реклама, да? Потому что мы можем зайти на сайт xbtgames и узнать, в принципе, что вы можете без проблем нам и нативную рекламу в роликах предоставить, вы можете нам даже спонсорский стрим провести. Интересно, а как эта штука работает? Разве она работает не аналогично, что, грубо говоря, вам компании заносят денег, чтобы обеспечить себе большую прибыль, то есть они вам отчисляют часть своей дальнейшей прибыли. Вам к чему такие прокладки, ребят? К чему это всё? Зачем вообще это всё надо? Зачем нужны вот эти вот какие-то промежуточные стадии? Это всё очень странно, это всё очень плохо, я считаю. И, кстати, вот Patreon тоже, да, вы заметили, у Patreon тоже есть моменты психологической манипуляции, когда ты подписываешься туда, и автоматически из тебя в определённый момент считывают, списываются деньги, потому что ты сам, скорее всего, не будешь заносить. Это, понимаете, это мало того, что это психологическая манипуляция, это ещё и посредник. Это посредник, который себе оставляет часть бабла. Я считаю, ребятам надо обязательно закрыть Patreon и просто внизу оставить, короче, просто карту свою. Ну, кто захочет, тот и поддержит. Простите, это легко, это спокойный способ, у всех есть карты оплачиваемые, если захотят, они поддержат. На хрена вам Patreon? Убедите... Кстати, знаете, если вообще так рассматривать, и YouTube-то на самом деле, блин, посредник, да? YouTube же посредник, он берёт деньги у рекламодателей, показывает его на вашем контенте, себе часть денег забирает, а потом вам часть денег отдаёт. Так на хрена вы на YouTube? Уйдите нафиг с YouTube, у вас свой сайт есть, ну размещайтесь там без посредников, без этих вот посредников, блин, зачем это надо? Это кошмар. Ребят, давайте, я надеюсь, завтра уже уже я, короче, XBT Games на YouTube не увижу, я очень надеюсь на это. Хотя, казалось бы, логичнее напрямую. Да, и дальше идёт следующий пункт, личное мнение. Так просто оставьте свою карту, кто захочет, тот переведёт, когда-нибудь, когда захочет, тогда и переведёт. Ну, закройте нахрен Patreon, уберите всю рекламу и выпилитесь с YouTube, пожалуйста. Ваша аудитория, пишет Plarium, доверяет вашему мнению, поэтому оно должно звучать максимально естественно. Озвучьте любимые характеристики игры, как кто, ваше личное мнение. Например. Да, вам, наверное, когда вы рекламу-то делали, никогда, блин, не приходило примерно вот это задание, что должно содержаться в рекламе. Никогда. Просто написали, ребят, вы просто нас упомяните как-нибудь. Можете даже сказать, что мы говно. Что вы там рекламировали? О, там, вы там рекламировали, что там, GeForce RTX. Можно даже сказать, что GeForce RTX говно, короче, нам, короче, не нравится. Используйте другие видеокарты. Вы, главное, про нас скажите что-нибудь, пожалуйста. Ваши любимые характеристики записывайте. Да, стильная графика, атмосферное музыкальное сопровождение, невероятно продуманный внутриигровой мир. Что? В этой? Так, создание оружия, снаряжение для своей армии. Ну, можно сказать, можно строить домики. Так, беспощадные и увлекательные сражения. Да, 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 конечно же, беспощадные и увлекательные сражения. Ну, конечно, нам же бородатый сказал, что его не увлекло. Ну, значит, не увлекательный. Все, пошли к этому. Так, напоминаю, призыв скачивания игры лицом в кадр. Здесь прям раскадровка идет полностью. Каждый ваш переход по моей ссылке помогает мне развивать свой канал. Качайте викингов по моей ссылке в описании. Станьте героем захватывающих сражений. А для тех, так, 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 не забудь посмотреть это видео до конца, а также ищи меня в игре под ником таким-то. Вперед! Опять же, ищите меня, мать его, Ищите меня в рейд. А сейчас самое интересное, потому что все, что мы... И вот, понимаете, главная манипуляция. Человек, короче, зашел в рейд, да, и пытается дойти, и не может. Он думает, блин, надо, значит, денег занести, как можно больше. Заносит тысячу рублей, все равно не находит. Еще тысячу не находит. Он думает, когда же, когда же, наконец-то я смогу его найти? И так, короче, всю квартиру просаживает. Прям, да, ладно, я понимаю, что я уже это немножко гиперболизирую, но просто серьезно это воспринимать очень сложно, простите. Мы зачитывали до этого. Это банальные способы для того, чтобы блогер, если у него не хватает воображения, ну, мог быстренько из того, что предложили, сбацать какую-нибудь рекламную интеграцию и ее выпустить. И, наконец, самое вкусное. Условия конкурсом. Здесь же конкурс. Ради чего все это затевается? Конкурс. Ради того, чтобы люди не просто шли, регистрировались и играли, а для того, чтобы приняли участие в лотерее. Потому что компания Plarium отлично понимает, как работают эти методики. лотерея. Ну, только если лотерея для того, чтобы ее проводить, нужно какие-то там еще условия соблюдать, то здесь нет. Мы разыгрываем какое-нибудь устройство от компании Apple. И поэтому они предлагают следующие условия. Для того, чтобы получить возможность выиграть какой-нибудь iPad, вы должны до конца месяца, это очень короткий период, вы должны до конца месяца прокачать свой дворец до 15 уровня. Ну, то есть за донаты. Еще бы. Дело в том, что в этой игре, как я уже... Мне вот, кстати, интересно, я не в курсе, опять же. Я просто ребятам не очень доверяю, но вы скажите, если кто-нибудь играл в эту «Викингов». Реально там, на самом деле, нереально прокачать до 15 уровня без доната. Ну, опять же, я так предполагаю, что... Тут, конечно, написано до конца апреля, но я, во-первых, не знаю, когда им это пришло, во-вторых, я предполагаю, что это рекламное письмо могло приходить там по рассылке многим блогерам, некоторым раньше, некоторым позже, там, ну, не знаю, ну, условно, там, не знаю, за три недели, предположим, там, что, нельзя докачаться до 15-го левела вообще никак без доната? Ну, просто... Ну, окей. Хорошо. Ну, если кто-то знает, просто допишите, очень интересно было. Сказал, очень медленная, тугая, тупая прокачка. Естественно, вас будут подсаживать вот здесь за 200 рублей, вот здесь за 800, вот здесь за 400, вот здесь за 600. С вас будут потихонечку дать деньги. Мне интересно просто, когда вы к концу месяца придете, вот, сразвив свой дворец, да, вот этого вот уровня, да, сколько денег вы потратите? Потом сравни... Да, я, конечно, хотел бы от тебя услышать, потому что, не знаю, ты же нам рассказываешь про то, что там ты кучу денег потратишь, и ты якобы в нее играл, ну, да, хотелось бы узнать, на самом деле, от тебя. Но ты же, блин, не говоришь, ты просто говоришь, что там кучу денег ты потратишь, а сколько? Ну, хер его знает. В нитье такое... Нет, ну, это, конечно, не стоимость айфона, но в то же время вы всего лишь дошли до этапа, когда вы принимаете участие в розыгрыше. Знаешь, что это напоминает? Только в более зверской форме. Во многих казино есть плата за вход. Ну, не то, что ты просто платишь деньги за право войти в казино, ну, ты на входе обязан поменять определенную сумму денег на фишки. То есть, ты не можешь войти в казино, если ты там 100 долларов не отдал, но на эти 100 долларов тебе дают фишки. То есть, ты как бы покупаешь шанс поиграть в этом казино. И когда тебе дают фишки, это уже твои деньги. Ты можешь пойти, поиграть, ты даже, наверное, что-то получишь в заме... То есть, давайте так, то, что ты на входе в казино покупаешь фишки, на которые ты можешь играть, потому что иначе нахер тебя пускать в казино без фишек, да, лотерея. То есть лотерея, когда ты покупаешь, там, какой-то условный билет и получаешь шанс что-то выиграть, то же самое, что когда заходишь в казино и часть денег обмениваешь на фишки, хотя обратно ты можешь, по-моему, выйти и также фишки обменять на деньги. Окей. Интересно, очень интересно. Слушаем дальше. И ты даже что-то можешь, у тебя есть шанс, вот имея эти фишки на 100 долларов, что-то выиграть, превратить 100 долларов, например, в 500. А здесь мы имеем дело, что ты покупаешь право принять участие в розыгрыше айфона. Но это только на айпэда. Для того, чтобы выиграть айфон, ты должен развить дворец до максимального уровня. Нет, это все-таки айфон и айпэд. Нет, то, что ты описал, до 15 уровня. Ну вот до максимального уровня я верю, что без доната особо нельзя ничего сделать. Мне почему-то кажется, что если на самом деле в подобных играх они рассчитаны не на месяц, что ты будешь до максимального уровня добираться. Так айпад же дороже. Ну вот здесь так, извините. Эх и муха-то как вообще? То есть то, что вот я слышу, вот это вот описание, вот эти вот схемы, вот эта вот манипуляция. Я смотрю на казино, на реальное казино. И да, это уже не выглядит таким вот звер... Вы знаете, это очень здорово, что плариум, блин, разбирается в том, как работают лотереи. Жалко, что, блин, вы в этом ни хера не разбираетесь, ребят. Потому что, опять же, лотереи это четкий договор. Ты платишь часть бабла для того, чтобы выиграть другое бабло, которое должно быть разыграно. То есть ты надеешься выиграть бабло. И очень тупо приравнивать вот таким образом плариум к лотереи. Потому что, ну, вот объясните, пожалуйста, это то же самое, что, не знаю, ну таких куча розыгрышей проводится. По всей, там, по еде, там, по покупке чего-нибудь, там, по недвижимости, по этим, по автомобилям. Вот я помню, как-то машину покупал, там тоже какой-то розыгрыш, не помню, ничего проводился. Ну, там, таких розыгрышей куча. Это всегда такое происходит. Ну, такого много всегда. Я не знаю, я не уверен, что это все постоянно регламентируется. Там есть себя человек, который за этим всем следит, за каждым подобным розыгрышем. Особенно еще учитывая, сколько, извините, розыгрышей в интернете проводятся. То есть я согласен с мыслью, что если вот такое вот рекламировать, то проще уже честно выйти и начать рекламировать легальные формы вот азартных игр. То есть фактически, что делают блогеры? Блогеры рекламируют в данном случае не викингов. Блогеры рекламируют лотерею, в которой вы можете выиграть, вероятно, потому что участников миллионы. Еще раз, это должна быть свежая регистрация. Свежая, то есть вы регистрируете новый аккаунт викингов. Даже те игроки, которые были, регистрируют новый аккаунт. Эти люди заходят в игру и должны максимально быстро прокачать свой дворец или до 15 уровня, получив шанс выиграть такой-то приз или до максимального уровня, получив шанс выиграть другой приз. И, естественно, эти люди будут сливать деньги. Много денег. Как вы думаете, блогеры этого не видят? Блогеры это не понимают? Ну, они же, опять же, будут сливать много денег, в первую очередь на продукт, а не для того, чтобы поучаствовать в лотерее. Это абсурдное замечание. Это все равно что сказать, что ну да, вот при покупке машины, и там они разыгрывают там что-то, не знаю, другую машину, квартиру даже, не важно, пусть квартира будет. Так, конечно, ты же покупаешь не машину, ты покупаешь возможность поучаствовать в лотерее, и тебе вообще машина нахрен не нужна, ты просто купил возможность поучаствовать в лотерее, а в лотерее проиграл, и вообще все. И они в том-то и дело, изначально они рекламируют продукт. Это побочное влияние, что там, грубо говоря, ты ты там можешь еще принять участие в игре. Это такая побочная вещь, которая может склонить твою чашу весов в плане того, чтобы играть мне все-таки в эту игру или нет. Блогеры рекламируют хорошую игру, блогеры рекламируют платную лотерею, только если лотерея обычная, ты приходишь, покупаешь билетик, идешь домой, ждешь розыгрыш, а не выиграл и не выиграл, то здесь ты приходишь в игру, начинаешь лихорадочно, чтобы успеть донатить туда, куда больше, чем за лотерейный билетик, с куда меньшим шансом, с куда меньшим шансом, потому что игроков мобильной донатной помойки намного больше. Эти люди будут играть, потому что блогер, ну нет, ну не может же с пилсаком врать, ну не может же, ну это придуманный персонаж, естественно. Вымышленный, да. Никаких. Я думаю, что ребята с LGBT Games, это вымышленные ребята, это я просто придумал, вот LGBT Games, да, я считаю, что они просто опять несут какую-то очередную чушь, ну вот те вот придуманные ребята с LGBT Games, ну и с LGBT Games, кстати, не очень от них отличаются, тоже какую-то херню несут, ну потому что, ребят, это немножко не так работает, да, то есть если ты заходишь в магазин, да, то есть ты начинаешь лихорадочно донатить, потому что ты хочешь принять участие, блин, в лотерею, ты изначально играешь, то есть ну просто каким-то небольшим побочным влиянием оказывает на тебя то, что там можно там что-то выиграть. То есть когда ты сидишь, думаешь, блин, какую мне мобильную игру поиграть, думаешь, ну вот в эту, в эту или эту, а там вот вроде розыгрыш проводится, ну давайте попробую в эту поиграть там. И то же самое с донатом, да, то есть когда ты думаешь задонатить, не задонатить, такой, ну ладно, давай так быть задоначу, там вроде какой-то розыгрыш проводится, может что-то выиграю. Вы реально хотите мне сказать, что люди не хотят играть в эту игру, не хотят, блин, вообще там ничего прокачивать, им она абсолютно не интересна, но они заходят и донатят кучу бабла только для того, чтобы принять участие в розыгрыше? Это же, блин, абсурд! Это всё равно, что сказать, что вот, короче, человек заходит в магазин за пельменями и видит на этой, на полке пачку семечек, и там конкурс проводится, выиграю велосипед. И он, короче, не покупает пельмени, он идёт, короче, на все деньги покупает семечки, потом приходит домой, закладывает квартиру и ещё, короче, семечки покупает. И это всё манипуляция того, что он хочет выиграть велосипед. А семечки ему вообще не нужны, он, короче, их вообще не ест, он только вот для лотереи, чтобы выиграть велосипед. Ну, это же бред, это абсурд. Это всегда как раз так и проводится. Если ты хочешь купить семечки, то ты идёшь, смотришь, а, какие семечки купить-то? Вот эти, вот эти, вот эти. А вот какой-то конкурс, а тут немножко грамм побольше, ну, тут вроде, ну, давай приму участие там. Вот, это таким образом. То есть ты не будешь, блин, покупать, особенно много денег тратить, чтобы принять участие в лотерее. Потому что если у тебя цель принять участие в лотерее, ты идёшь, блин, и принимаешь участие в лотерее, который, да, она куда дешевле, иди, приними участие в лотерее, купи лотерейный билет. Ну, это бред, блин. Их пересечений с реальностью нет. Не можешь же сврать, нет. Но оказывается, что этому человеку реально плевать на свою аудиторию. Оказывается, что этот человек реально не видит, я в данном случае говорю про блогера, который это рекламирует. То есть он берёт, вам предлагает принять участие в сомнительном предприятии, зная, что это за предприятие, зная, что вы попадёте на деньги, не получив при этом никакого удовольствия, и уйдёте разочарованными, потому что вы не выиграете этот айфон. Сейчас напишет... Ох уж эти блогеры, которые, короче, рекламируют конкурсы, в которых непонятный шанс вообще, выиграешь или нет, которые аудиторией своей манипулируют. Кстати, да, вы знаете, я тут, короче, немножко полазил по вашему сайту, да, если... Цены, технические требования, можно посмотреть на статистику проектов. Цены, AXBT Media, да, AXBT Media, цены на рекламу, там, всякие дистопные штучки, премиум-баннеры, рекламный трафик. Это всё, конечно, очень интересно. Конкурсы, викторины и опросы. Анонс конкурса в сетях AXBT Live. Рассылка, охват, анонсирование, около 30 тысяч человек. Количество участников тысяч, полторы тысячи, две тысячи. Охрененно, блин, спасибо большое. То есть, вот это реклама... То есть, здесь конкурсы рекламировать, это нормально, да, потому что наверняка, конечно, вот все конкурсы, которые там, вот вы здесь предполагаете рекламировать, вы сами, конечно, будете это контролировать, да, вот там, сами будете приезжать там, да, и проверять, что это всё честно будет. Я сделаю вид, что я вам поверю, ребят, что все вот подобные конкурсы, да, которые вы проводите, которые вы рекламируете, которые вы можете рекламировать, вон у вас пресс-курант висит, да. То есть, всё это, конечно, вот это всё честно, тут всё, короче, точно всё. Мы сами всё проконтролируем. А там вот точно врут, там сто пудов врут, там вот ты точно ничего не выиграешь. Это доказано, это доказано тем, что нам Бородатый об этом сказал. Всё. Господи, какие вот лицемеры всё-таки, а? Какой-нибудь человек, я выиграл, вы один на несколько миллионов. А насчёт выигрыша, ведь... А должны-то выиграть все. Каждый должен выиграть. Каждый, кто викингов установит, он должен сразу по айфону получить. Иначе это обман считается. Подобная лотерея, кстати, она проверяется, как реальная лотерея? Да, кстати, а у вас лотереи проверяются, как конкурсы, проверяются, как лотереи? Я у тебя вообще хотел уточнить. Чего ты меня спрашиваешь-то вообще? У них есть подобные вот правила какие-то, контрольные системы? Если есть. Слушай, некоторые блогеры, когда устраивают розыгрыши, уже не раз были пойманы за руку, что как бы результатов этих розыгрышев никто не видел. Знаем мы такие блогеры. Именно. То есть, а в реальных розыгрышах ты зачастую ограничен. Ты должен предоставить прозрачную систему. То есть, ещё раз, главная мысль... Ну вы-то проверили, что там-то система непрозрачная, а то, что вы... А те розыгрыши, что вы делали прозрачные, да? Я надеюсь, что да, просто... Я извините, я не вникал. Если моя ирония сейчас не имеет под собой никакой подоплёки, приношу извинения. Подоплёки под собой никакой не имеет. Я приношу извинения, на самом деле. Просто это всё очень иронично выглядит. Простите. Для этого ролик, что в игровой индустрии цветёт и пахнет система казино фактически, которую в реальном казино бы посадили на кол. И которая в реальном условиях... А знаешь, кого ещё в казино посадили бы на кол? Вы знаете ответ на этот вопрос. Ладно, извините. Именно реального игорного бизнеса. Не факт, что могла бы существовать. Что компании, которые занимаются игорным бизнесом, посмотрели на игровую индустрию и поняли, что в ней можно и манипуляции, и реклама среди детей, и массированная реклама. Вы, главное, им свой сайт не показывайте, вот свой канал не показывайте, они сразу тоже много чего поймут, короче, и ещё и вас купят. И чтобы это из каждого утюга, чайника... Там же так, кстати, ещё иронично, вообще, чуваки, которые являются сотрудниками, по большому счёту, компании, у которой есть материнская компания, то есть дочерняя, XBT Games, там, XBT Media, так понимаю, изначально это компания, они упрекают другую компанию, ну, правда, транснациональную, да, в том, что те сконцентрированы только на деньгах. Ну, слава богу, мы нашли хотя бы одну честную компанию, которая очень, 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 короче, водеет за то, чтобы не зарабатывать деньги. Я очень рад, что мы такую нашли. Литен, почему ты удивлялся, вот они нам прислали? Да им, по большей части, я думаю, плевать. У них вот именно, что массовая рассылка, они не бьют как-то так вот... А они-то как бы о тебе не узнали, да, представляешь, как бы, они даже обо мне ничего не узнали, да, а как же поговорить вначале? Как же вначале привет, как дела? Чем занимаешься? А не хочешь так-то порекламировать Рейс Шадоу Леджес? Нет? Нет? А может, в кафешку сходим? Вот они, кошмар, кошмар, массовая рассылка, это... О боже мой. Они не пытаются выстроить аудиторию, как создатели каких-нибудь, возможно, других условно-бесплатных игр, тоже с мерзкими системами монетизации. Да, знаете, почему они не пытаются выстроить свою аудиторию? Потому что... Ну, потому что... Ну, хер знать почему. Потому что им не надо деньги зарабатывать на постоянку, да, то есть так вот... Так же, как остальным подобным играм стратегическим, удерживать на себе внимание аудитории и постоянно её доить до бесконечности, как они до этого сказали. И вот этой игре не надо. Или надо, или она до этого уже, как вы говорили, так и делает. Или она не делает. Я уже запутался, ребят. С одной стороны, блин, у неё... То, блин, заходишь в порог монетизации и платишь 100 рублей и уходишь, то до бесконечности донатишь, то, блин, то выстраиваешь свою, получается, базу, то не выстраиваешь свою аудиторию. Хер его поймёшь вообще. Какая-то игра, блин, знаете, игра Шрёдингера. С акцентом на игру. У них задача вот по площади максимально привлечь как можно больше людей. Ты пришёл, ты потратил 200 рублей на вот это вот предложение дня, которое запросто может быть у каждого, возможно, своё и каждому действительно предлагается. Ну, вот новый аккаунт, вот тебе предложение дня. Всё отлично. Ты что-то потратил, хорошо. Потратишь ещё что-то, ну, хорошо, не потратишь, ну, и иди с Богом. У нас будет следующая рекламная кампания. Ты пришёл, ребят, посмотреть. Ну, посмотрел одну рекламу. Ну, хорошо, сможешь свалить. А если не свалишь, ну, посмотри их дальше. Там будет ещё одна реклама, ещё лучше. А ещё больше рекламы, ещё лучше. Вот лицемерные, манипулятивные сволочи, да, вообще кошмар. Ужас, ужас. Вот это массовое. Мы опять за счёт её что-то заработаем больше, чем потратили на эту рекламную кампанию. Да, ну, хорошо, что, короче, вот они очень много тратят на свой контент. Это прямо видно. И у них прямо, на самом деле, они очень много вкладывают. Им прямо вот этих вот тысяч долларов, что они получают с Ютуба, на самом деле, не очень хватает. Да и с Патреона что там тысяча долларов, короче, вот надо ещё рекламу, короче, продавать. Ну, тут они более-менее в плюс выходят, потому что вот это вот сесть перед стенкой без этого, без сценария и просто какую-то пургу нести, это на самом деле очень трудозатратно, потому что, ну, понимаете, они как бы живут в разных частях мира. Один там в Бангладеш, другой, короче, в Австралии. Им очень дорого собираться вместе, они только для вас это делают, ребят. Поэтому вот эта вот рекламная компания отличается... Да, я понимаю, что я это жутко иронизирую, не надо это разбивать, это не тезис, блин. ...от привычных для нас людей, увлечённых играми, продвижений. Но это только начало, дело в том, что компания аристократ гейминга... Твою мать, это было только начало. Я не выдержал. Я ж плохо встал. Это только начало было. О, Господи. ...уже аристократские игры. Она потихонечку расширяется. Всё время расширяется. Вот они очень неплохо себя чувствуют сегодня, благодаря мобильным донатным помойкам и, опять же, продаже оборудования для казино. Компания Плариум тоже расширяется. Это уже транснациональная компания. Её нельзя называть там израильской, украинской. Это в том числе... Вот бы нам на XBT так же, да? Ладно, извините. ...российская компания, прекрасный работодатель. Сотни человек работают, платят налоги, всё хорошо. Работают в легальном поле, покупают рекламу у уважаемых блогеров. На легальное... Причём, да, у тех блогеров, которые за всё... Ладно, наверное, моя ирония была не к месту, наверное, потому что всё-таки а XBT это всё-таки коммуна. То есть это... Это просто кооперация людей, которые, короче, вкладывают одинаковое количество денег, а потом их забирают. Хотя, кстати, тоже достаточно. Ну, наверное, там нет ни одного наёмного человека, я уверен, короче. А XBT, они вот... Они вот не компания. Они не хотят стать, короче, транснациональной корпорацией, не хотят много денег зарабатывать. Это не про них. Вот потому что... Вот обычно так и бывает, да? Кстати, вот то, что у Плариума-то написано, что типа мы вот там двигаем индустрию вперёд. Нет, на самом деле, вот они очень лицемерны. Вот на самом деле, вот заёшь какую компанию, которая хочет бабло получать, там написано. Нам похер, мы хотим получать бабло. Да? Это должно быть у каждой компании написано, которая хочет бабло получать. А вот кто вот бабло не получает, вот тот может, короче, у себя написать, что мы там, например, хотим там сделать лучше для человечества, там что-то условное, да? Вот. Но если при этом ты ещё бабло получаешь, ну, знаешь, тебе повезло, наверное. Я не знаю, как эта херня работает, простите. Всё хорошее против всего плохого. И надо этот бизнес как-то расширять. Своих геймдизайнеров у них нету. А зачем им геймдизайнер? Ребят, скоро они возьмут двух геймдизайнеров и всё попрят. Мы видели вакансию. Ребят, это только до некоторого времени нет у них геймдизайнеров. Вот уже скоро, уже скоро всё будет. Всё нормально. Не переживай. Ну, у них, наверное, люди, которые что-то там тыкают, да, где-то там. У них игры делаются по единому шаблону. Ну, нужно изучать чужое. Да, кстати, диггеры у них делаются по единому шаблону. Плевать, что я полчаса назад говорил, что, короче, Red Shadow Legends и Викинги это очень сильно отличающиеся друг от друга игры. Ну, по единому шаблону. Ну, да, игры сильно отличаются, но по единому шаблону всё равно они работают. Или нет. Или да, или нет. Я не знаю. Опыт, естественно, нужно интегрировать чужой опыт в свои проекты. Да, надо чужой опыт интегрировать в свои проекты. Именно поэтому, короче, вот Викинги и до этого какую-то там они игру самую первую делали, я не помню, которые они говорили, что это та же самая игра, когда они даже не показали, то есть, чем они похожи. Ну, значит, ну, нет, они, конечно, опыт интегрируют чужой, они что-то новое в игру добавляют, но при этом они ничего нового в игру не добавляют, потому что игра та же. Ну, вот такие вот, куда деваться? Игра делает что-то новое, но, с другой стороны, она все, что делает, новое ворует, поэтому ничего нового она не делает, у нее все игры те же самые, хотя они очень сильно отличаются. Поэтому единственная новость, которую я нашел касательно Plarium на сайте Forbes, она касалась именно создания венчурного фонда The Game Fund для разработчиков игр в России, куда входят в том числе менеджеры Mail.ru, ну или My Games. Понятно, какие игры они будут спонсировать, понятно, каких раз... Конечно же, они будут спонсировать только донатные помойки, которые тоже будут принадлежать какому-нибудь локальному казино. Что же они еще могут спонсироваться? О боже мой. Конечно, понятно, блин. Разработчиков они будут поддерживать, понятно, какие идеи им интересны, понятно, в какую сторону это все дальше будет развиваться. У меня к блогерам просто просьба. Я понимаю, ребята, вам очень нужны деньги, но рекламодателей много. Хороших рекламодателей, ответственных. Не рекламируйте это говно. Очень легко ошибиться с рекламой условно-бесплатных мобильных игр, потому что часть из них это все еще игры. Другая часть, которая пришла от создателей браузерных доилок, это уже манипулятивные системы по выкачиванию денег. Можно список игр, которые прям очень хорошие, которые прям не завязаны на получение бабла. Давайте сделаем лист, что мы считаем играми, а что мы не считаем играми. Вот эту игру мы не считаем игрой, потому что в ней есть хер знает почему. Почему мы эту игру не считаем игрой, а вот эту игру мы считаем игрой. Почему? Потому что мне в нее играть нравится, поэтому мы считаем это игрой. Потому что я в нее меньше денег потратил. Где вот эти границы, где мы считаем игру игрой, и где мы считаем игру казино? Они же втирают весь ролик, что эта игра это казино. Почему я не могу ее рекламировать? Ребята, я зайду, захочу прорекламировать какую-то мобильную игру. Я ни одной еще не рекламировал. Мало ли захочу. Где триггер, почему я должен понять, что вот эта игра хорошая, а вот эта игра не особо? Что я должен сделать? Если магазин в игре есть, то как есть? Здесь есть во всех играх. Каким образом я должен понять, что я могу рекламировать? А то потом АХБТ запишет очередной ролик, что типа там это блогеры, не смеете рекламировать. Я уже прорекламировал. Что делать теперь? Ну все, только суицид. Это продолжение бойцовского клуба. Я понимаю, некоторые из вас... Ты список бы создавил нельзя, ну хотя бы, пожалуйста. Что мне делать теперь, блин? Могут дальше рекламировать бойцовский клуб, вот подобные тоже системы. Есть люди, которые вбрасывали в этот самый бойцовский клуб десятки тысяч долларов, ну и а что? Зато было весело. А были люди, которые снимали последние штаны, чтобы быть, попытаться быть... А были люди, которые вообще ничего не вбрасывали. А были люди, которые все деньги на лотерею просаживают. А были люди, которые клей нюхают. Ну господи, столько таких людей бывает вообще на самом деле уровне с этими отцами. Есть много историй, когда это доводило людей до отчаянного состояния, к сожалению. Чем эти игры лучше? Ничем. Да, только... Пожалуйста, Plarium делает говно. Очень, 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 на самом деле. До самого сердечка пробирает, я чуть попозже, короче, отвечу. Давайте до конца дослушаю, я просто... Ну это очень долгая тягомотина, ну надо ее дослушать, ребят, надо. ...пламируют по схемам именно что нелегальных букмекерских контор. И нелегальные... Ну опять же, да, если к тебе просто выходит человек, да, хочет преклонировать свою игру, значит он, скорее всего, работает по букмекерским конторам. Ну потому что, если не по букмекерским, человек на тебя, блин, не выйдет, скорее всего. Вот. Или как? Или я хрен знает, как это работает, на самом деле. Олег Казино. Задумайтесь. Опять же, если он тебе пишет тех заданий, что ты должен сидеть лицом к камеру, да, то значит, блин, точно Казино. А вот если, короче, он тебе пишет, что сейчас еще у нас проводится розыгрыш какой-то, это 500% Казино, короче. Почему именно так? Почему только они себе такое позволяют? И почему не позволяют себе создатели и издатели реально, реально успешных, а не тех игр, которые постоянно надувают... Ну не знаю, кстати, вот забегая вперед, мы потом, может, еще рассмотрим, до этого вы разбирали Warpath, по-моему, это не от Plarium, я могу ошибаться, конечно, но видимо, вы тоже там бомбили примерно так же, потом это еще, может, разберем, но видимо, не только Plarium себе это позволяет, да, ребят? ...искусственно такими вот лотереями. Ну и давайте список, дайте список издателей, которые, короче, я не должен вообще с которыми разговаривать, давайте так вот, я прям пойду, давайте, прям список издателей и обновляемся, будем, короче, библия АХБТ, все, будем все сверяться по ней. Надуваются благодаря блогерам, пожалуйста, не рекламируйте, дерьмо. Да, ты правильно заметил, что далеко не все люди, которые много тратят в мобильных играх, являются богатыми. Эти игры, они очень близки к азартным играм, а как выяснилась ситуация с Plarium, хотя казалось бы, чем опять же, да, то есть, ну, никакого азартного элемента нет, заплатил, заплатил деньги, получил дерево, то есть, ну, даже нет никакой интриги, что ты получишь. Но, опять же, это я говорю, основываясь на том, что ребята показывают, о чем они рассказывают. с Plarium это уже, в общем-то, единое целое. А задача вот этих вот азартных игр обобрать человека до нитки, и чтобы потом, как только у него что-то появилось, он опять к ним побежал. Не просто забрать все деньги, что у него есть, а забирать все деньги, что у него появляется. Существует немало историй, в том числе в сети, некоторые блогеры на это обращали внимание, западные, что среди людей, которые все деньги отдавали в донатные помойки, есть немало представителей обычных профессий. Это не какие-то зачастую топ-менеджеры. Это мог быть... Да ладно, блин. Серьезно, есть люди, которые как-то подсаживаются на что угодно, на алкоголь, на коллекционирование марок, я думаю, тоже были такие случаи, которые потом все это спускают, все деньги спускают на продукцию обожания. Блин, черт, такое бывает. Вот, блин, печально. Ну, теперь надо все запретить к чертям, короче. Вот если хотя бы один человек все деньги спустит, надо, короче, такой лимит сделать. Вот, короче, берем продукт, смотрим, если был хоть один человек, который на него все деньги спустил, все, к чертям закрываем его вообще. Кто-нибудь, задонатите, пожалуйста, задонатите, пожалуйста, AXBT, короче, квартиру, чтобы их можно было закрыть тоже. Ладно, ладно, я шучу, не донатите. У них и так все мечты сбываются уже, у них там, у них уже мечты, по-моему, раза четыре все исполнились, они уже не знают, куда новые мечты им, короче, строить. И баблища куча, и патреоны, и рекламу они продают. Например, повар, который подсел на это, вот на эти вот азартные методы манипуляции, и уже не мог остановиться, и он там пишет одному блогеру, что сейчас мне за 30, а моими финансами полностью заведуют мои родители, потому что я уже не могу остановиться, я пока просто пришел к тому, что мне нужна помощь психологическая. Знаете, как звали этого повара? Альберта Брюшина, ладно. Ну, он пришел, ему повезло. Ну, 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 это очень сложно, серьезно слушать, ну, ну, простите, я не знаю. А другим не везет так. У других, возможно, нет людей, которые вовремя пытаются их из этого вырвать. Это очень непростая ситуация. И да, поскольку в игровой индустрии нет ограничений каких-то, что называется, дикий запад, творишь, что хочешь, продвигая это в том числе детям, происходит вот этот вот трэш. Какой кошмар. Когда людей пытаются сажать на донатные помойки. Да, и кстати, по поводу всяких ограничений. Все, ладно, да, и дальше идет по законодательству, вообще какой-то там сюр. Давайте вот этот разберем момент, да, потому что на самом деле, это, 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 это кошмар. Я тоже считаю, так же абсолютно. Вот они вот, вот задвинулись, и достучались до самого сердечка. Я понимаю, что это на самом деле очень все плохо. Поэтому, вот, знаете, о чем подумал, кстати, на секундочку. Вот, все-таки, вот YouTube, да, на который вы ходите, он, тоже там есть реклама вот этих вот всяких донатных помоек и так далее. И вы знаете, наверное, условный AXBT-младенец, который видит рекламу на вашем канале, на вашем видео, я вот пока смотрел ваше видео уже сколько, раз пять, наверное, попало на рекламу, тоже достаточно донатной помойки, которая очень плохо продвигается, где тоже там манипулятивное содержание, где тоже ни хрена не соответствует видео тому, как игра на самом деле выглядит. Hero Wars, по-моему, или как она там называется. Так вот, вам не кажется, что условный AXBT-младенец может подумать, что, ну не знаю, раз это на вашем канале, значит, вы, наверное, как-то это одобряете. Ну или, к примеру, то, что вот начинается реклама на вашем канале, и он такой думает, а может это продолжение ролика, может мне тот же блогер втирает, ну просто за кадром. Может она хочет, чтобы я в нее поиграл, и тоже туда проходит и играет, в нее. А потом, короче, всю квартиру проигрывает. А потом, короче, там, не знаю, с ума сходит, жизнь самоубийством кончает, и мама даже вот там этими финансами заведует, тоже условный повар. Вам не кажется, ребят, что в таких ситуациях вы являетесь соучастниками? Ну потому что именно на вашем контенте была эта реклама, которая побудила человека это сделать. Он из-за вас это сделал, из-за вашего контента, потому что вы не ограничиваете рекламу на своем контенте. Мне кажется, это еще отличный повод того, чтобы вам наконец-то срулить нахер с Ютуба и остаться на своем сайте. Вот там без проблем, вот там нет никакого, нет никакого этого мерзкого Ютуба, который будет пихать ваш замечательный, ваш замечательный контент, свою вот эту рекламу, из-за которых люди потом будут свои жизни ломать, кончать жизнь самоубийством и все прочее. Все, идите туда, поставьте свою карту там это, в этом, в описании ролика, и все, и будете жить счастливы. Все ваши мечты, короче, опять исполнятся уже в шестой раз. Ой, господи, какое вот лицемерие, какие вот замечательные. Не так давно мы слышали очень много интересных историй, когда там запретили аниме, потому что такой-то вред для подростков, ой, здесь дети могут расстроиться, ой, здесь они могут испытать какую-то тягу к самоубийству, да, то есть, и там судья отсматривал, и все. Меня смущает тот факт, что российское законодательство, оно вот так вот вообще, как будто не замечает вот то, что происходит на мобильном рынке, как будто это не... Ну, а тебя не смущает, что вот эти вот тейки, которые ты только что вкинул, да, про аниме, это на самом деле были, максимально его, по-моему, сообщество восприняли как идиотизм. А теперь ты, короче, знаешь, помните, аниме запрещали, да, а почему, интересно, мы не запрещаем мобильные игры, ну, может, хорошо, что мы не продолжаем этот идиотизм, что мы там запрещаем аниме и на этом хотя бы остановимся. Нет, давайте еще все запрещать, короче, давайте еще все, мобильные игры запретим, короче, все запретим, монетизацию в играх, все надо запретить на законодательном уровне, короче, замечательно. Проблема, а это проблема, это замечают во всем мире, во всем мире проводятся, да, комиссии, проводятся исследования, есть рекомендации, вызывают начальников крупных компаний, глав этих самых компаний, для того, чтобы они выступали в Конгрессе США, рассказывали. Для того, чтобы они бабла занесли, короче, и пролоббировали то, что им необходимо, да, какая потрясающая система, нам бы такую. Им, насколько это... Я вот, опять же, на какой-то момент им реанимизирую, я понимаю, что в среднем системы везде одинаковые, у нас там что-то получше, что-то похуже, у них что-то похуже, что-то получше. Я не говорю, что там потрясающе, а у нас хорошо, я далек от этого. Сюрприз-механика или не сюрприз-механика, или лутбоксы на самом деле имеют черты, схожие с азартными играми. Эта машина медленно, но все-таки движется, там хоть что-то обсуждают, потому что там это замечают. А у нас, ну, да, казино запрещено. Ну, отлично. Я имею в виду... Я вообще... Иду в России, в Беларуси. Приезжайте в Беларусь. У нас... Все, окей, я просто подумал на секундочку, что... Что, да, все, Казино на каждом шагу. Денег ни у кого нет, зато казино на каждом шагу стоит по несколько штук на один двор. Ну, правда, не каждый сможет в этот бизнес у нас попасть. Да. Да, то есть, вот такие вот особенности происходят, да, зато... Ну, я, знаете, скажу, что и в разработку подобных мобильных игр тоже не каждый сможет попасть. К чему я это все говорю? Вот к чему? Зачем? Вот после всего, что было здесь разобрано, вот к чему я на это цепляюсь? Ну, я цепляюсь для того, чтобы вам не скучно было, наверное, смотреть, чтобы все-таки зашли, в основном те, кто зашли послушать меня, чтобы тоже меня послушали, а не только слушать, как в очередной раз ребята будут разжевывать, что это казино, и это плохо, и надо запретить. А как определять, что это казино? А хер его знает. А почему это казино? Ну, потому что реклама есть, потому что владеет им казино, и потому что деньги туда платить надо. Ну, хорошо. Потому что азартные механики там есть. Там даже не сказали, какие там азартные механики есть. Там, по сути, вот как я понял в ваш разговор, там даже азартных механик-то, блин, нету. О, Гожа. Гожа, Гожа, не Гожа. Ну, это же игры. Это всего лишь игры. Да, это всего лишь игра. Это не просто игры. Это очень серьёзные деньги. Я думаю, что менеджеры Mail.ru, ну, из моей... А это не просто видяшки. Это очень серьёзные деньги, из-за которых у компании XBT исполняются мечты. Games могут просветить очень многих людей, сколько они на этом зарабатывают. Главное мораль за дверью ставить. Да, главное мораль за дверью ставить. И главное, мне хотелось бы, что те люди, которые отвечают за законотворчество, вот, мораль за дверью не оставляли. Я говорю, надо заставить список моральных издателей мобильных игр. Вот кто высокоморальный? И знаете, желательно прям вот каждую... Ежедневное обновление, там, мораль плюс 100, мораль плюс 50. Архангела нанял, короче, мораль повысила. Вот чтобы это не был вот такой вот договорняк. А, ну, в принципе, что они там бухтят? А чтобы они на это обратили внимание. Потому что, Миша правильно говорит, дети в это играют. Дети туда относят деньги. Так что, дорогие друзья... Ну, блин, дети и вас смотрят. Ну, что ж поделать теперь? Ну, вот пока нет таких инструментов, чтобы запретить детям там не играть в мобильные игры или не смотреть таких, как вы. Даже в Стиме, извините. Можешь написать, мне есть 18, и смотреть порнуху. Ну, что ж поделать? Там, ну, порнографические игры. Ну, что ж поделать? Нет такого? Ну, опять же, проблема ли это плариума? Наверное, нет. Наверное, не конкретно проблема плариума. Но, ребят, вы же сами себе яму роете. Все XBT-младенцы, короче, сразу, короче, попадут у вас в баны. Нет, я не знаю просто, какая у вас аудитория, но судя по количеству лайков на этом видео, аудитория как бы, ну, не так уж сильно думающая и анализирующая. Извините, если я кого-то оскорбил. На этом все. Я очень надеюсь, что это видео было познавательным и интересным. Если так, можете поддержать его лайком. Очень интересно, мы вас очень много нового узнали. Спасибо. Поделитесь с другом, потому что тема важная, как мне кажется. Если вы хотите... Подписывайтесь, мы пропустим. А самое обидное заключается в том, что на этой же долбанной платформе, на iOS и на Android, наверное, на Android тоже, не знаю, кто им пользуется. Ну, там, наверное, тоже иногда выходят хорошие игры. Да, Android, кто им пользуется, какие-то нищеброды. Они-то пусть, короче. Мы-то на iOS сидим. У нас большинство просто, короче, кто сидит на iOS, а эти на Android. Там кто им пользуется, хер его знает. Есть игра под названием Нордгард. Есть. Вышла. Ищите меня в Нордгарде. Ищенное управление. Викинги, дракары, отстройка базы, распространение по территории, война с другими кланами, много разных кланов. Пожалуйста, вою себе. Стоит 800 рублей. На айфоне. На айфоне, да, почему? 800 рублей стоит. Хорошо. Может быть, поэтому я лучше, блин, поиграю в бесплатную мобильную игру. То есть, да, она будет тормозить мой прогресс, но я могу... Но это для меня может быть как для игрока. Просто игроки бывают разные. Я вот, помню, долго играл в какую-то подобную игру и играл на неё несколько месяцев, ни разу ничего не донатил, получил вполне себе удовольствие. Ну, может быть, мне тоже можно в такую игру поиграть, но только вот это викинги теперь, да, я тоже... Там она будет тормозить мой игровой процесс, но, может быть, мне не надо часто в неё играть, а то я ничего платить не буду. Нет, заплати 800 рублей, и, короче, скотина быстро. Потому что там, блин, Нордгард вышел. Окей, хорошо. Потому что компания Apple считает, что один доллар равен 100 рублям, поэтому, возможно, на адроидах будет... И, кстати, насколько я помню, там я смотрел, там в Нордгарде, по-моему, ещё DLC надо до хрена докупать. Ещё DLC докупи, блин. Ладно. 800 рублей мало, ещё давай деньги. На 30% дешевле, нищеброды. Ну вот. И, опять же, это не в том плане, что Нордгард надо хейтить. Нет, это я... В контексте того просто, что ребята говорят. Подавить. Да-да-да. То есть, игра, в которой есть абсолютно всё, что рекламируется, и чего нет викинга. Там же нельзя найти. Кстати, можно вот одно уточнение. Я, честно, я ни викинги не играл, ни в Нордгард не играл, просто я немножко отзывов почитал. Насколько я... Насколько ребята сами говорили, что в викингах одна, на их взгляд, самая главная вещь в викингах это социальное взаимодействие. Социальное взаимодействие между игроками. А насколько я читал, Нордгард вообще-то это не многопользовательская игра. Я, конечно, может, ошибаюсь. Может, там какая-то другая степень онлайна. Может, там имеется в виду другая многопользовательская система. Я точно не знаю. Поправьте меня. Может быть, я не прав. Но если, блин, в Нордгарде нету онлайна, а в викингах есть, причём они говорят, что викинги главной части это как раз онлайн, а в Нордгарде её нет, то да, спасибо большое. Вот это замена. Как раз всё, что есть в викингах, то есть, что рекламировалось в викингах, есть в Нордгарде, хотя главное, за что любят викингов, в Нордгарде нет, но в Блицерой играйте в Нордгард. Хорошо, спасибо. Очень здорово. Популярных блогеров, которые... А у разработчиков нет... Вы же не популярные блогеры, вы вот нам про это Нордгард сейчас теряете. Вы нихера не популярные блогеры. Или вам не заплатили, вам очень понравилось Нордгард играть. Ну, вам понравилось, наверное, почему вам играть, потому что там нет социализации, скорее всего. Ладно, окей, я не буду телегу дальше продолжать. Слушай, владельцы студии разработчика Нордгард, если у них есть владелец, занимаются реальным этим самым казино? Не занимаются. Я думаю, что у Нордгарда владельца, скорее всего, нет. Я думаю, что Нордгард... Знаете, вот такой вольный, вольная птица, там нет владельца вообще. А если вдруг выяснится, что у Нордгарда владелец казино, сука, в Нордгард, короче, тоже казино оказывается. Пацаны, вы ошиблись. Ёлки-палки. Все на мороз. Они просто делают хорошие игры. Они просто... Ой! У них есть геймдизайнер. В штате я видел. У них есть художники. Я видел геймдизайнера в штате. А как ты отличил, что он геймдизайнер? Ну, он там, короче, считал такой там один плюс два равняется 27 процентов шансов упадения. Я просто к ним ходил на студию, короче, или я, не знаю, может, видео смотрел. Ну, короче, там точно есть геймдизайнер, потому что если человек там считал там проценты упадения лутбоксов, или там, не знаю, проценты упадения чего-то, или как-то определился, что это геймдизайнер, то это точно геймдизайнер. Это 100% геймдизайнер. Это не может быть программист, который занимается геймдизайном. Это 100 пудов, пацаны, короче. Я вот определил его, потому что у меня написано было, короче, геймдизайнер. Всё. Сзади, на спине, наверное, да? Геймдизайнер. У них точно есть геймдизайнер. Они вот как раз одного геймдизайнера купили, а вот эти ещё не успели пока что, Plarium. Они только собираются, поэтому игр говно, поэтому. У них люди там про баланс думают и всё такое. Ну ты, ты, надо бизнесом. Да, точно геймдизайнеры у них думают про баланс. Вот тех, короче, про баланс думают не это, не те люди, короче, которых нету никакого образования, которых нету должности соответствующей. А вот Нордгардис, то пудово, короче, должность соответствующая, поэтому вот игры хорошие выходит, потому что, да. Аналитиков, брать. У них там сюжетная кампания ещё есть. Ты ещё скажешь, там интересная сюжетная кампания. Всё с ними понятно. Хорошо хоть интересная, потому что там интересная, а тут не интересная. Вот проанализируйте на самом деле. Мы почти час, блин, прослушали про эту студию, про викингов, вот эти все вот вкидывания, вот эти все вот манипуляции, вот эти все вот разжигания, вот эти все вот кучи вот этого всего, что так делать нельзя. Это ужас, короче. Если вы увидите эту рекламу, значит, эти блогеры там, короче, там продались, они манипулируют вами, они манипулируют свою аудиторию, эти блогеры мудаки. И при этом про викингов самих вообще ни хрена не рассказали. Вообще ничего. Я до сих пор не понимаю, что это за игра на самом деле. Я защищаю мою игру, до сих пор не понимаю, что это за игра. Потому что с их слов у них расходятся. Они постоянно то в разные моменты времени то одно про эту игру вкидывают, то потом вкидывают то, что противоречит тому, что они до этого сказали. Блин. Но вот компания у Нордгарда очень интересная. И викинги. То есть у меня просто вот это, когда я видел, что вот у меня две иконки на рабочем столе, то есть включая одну игру, ну, игра. Включая другую, донатная помойка. Но при этом... Ну, включая одну, игра. Вторая, не игра. А там просто сверху написано, игра. А тут, короче, в середине написано, не игра. Вот, вот так... Блин, дурак. Я до этого спрашивал, как надо определять, где донатная помойка, где нет. Короче, где сверху заходите, и написано игра. Или новая игра. Там по-разному может быть написано. Главное сайте. Игра. Чтобы слово игра было. Это игра. Так и разберёмся. Реклама по всему интернету. Откуда у них деньги? Понятно. Откуда деньги? Естественно. Но, ёлки-палки, если бы кто-нибудь сказал нет, и второй сказал нет, и третий сказал нет, мир сразу стал бы лучше. В общем, это... Конечно, потому что на место подобных донатных помоек не пришли бы новые донатные помойки. Донатные помойки, я вам сейчас скажу, существуют только из-за того, что существует плариум. А не потому, что у людей есть определённые запросы на определённые такие виды игры. Нет, только из-за того, что плариум существует. Вот сейчас, короче, мы плариум закроем, и больше таких донатных помоек не будет. там Warpath кто-то делает, по-моему, не Plarium. Но нет, нет, мы сейчас их закроем, и новых не появится. Вот честно, мир станет лучше, и на их место не приют, потому что это не определенная ниша, которая формируется обществом, в который так и так зайдут люди, если там будет вакуум, потому что подобный вакуум, он всегда привлечет новых игроков. Нет, 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 это только Plarium. Всё, вот такой вот у нас уровень аналитики. Я не знаю, короче, если дальше ну всё, короче, видео закончилось, мы дальше точно смотреть его не будем, всё там за 10 секунд ничего не... Ну давай, да. Этот ролик, это в поддержку игры Nordgaard. Nordgaard обязательно. Если вам нравятся мобильные игры, она есть на ПК, портировали недавно на мобилке, отлично играется, мне очень понравилось. Если вам нравятся мобильные игры, то Nordgaard, короче, это вот то, что надо. И это точно не рекламная интеграция, потому что мы ссылки внизу не оставили. Ну, нет, я не иронизирую, вполне возможно, им понравилось. Вполне возможно, и просто очень сильно понравилась игра Nordgaard. Скорее всего, так и есть. В общем, я не думаю, что стоит о чём-то дальше говорить. По мне, так это... Опять же, это просто идёт какое-то такое натравливание на просто своей аудитории, на большое количество людей, причём под совершенно надуманным предлогом. Вот так вот. И я думаю, это, в принципе, стало понятно. Моя позиция стала понятной. Можете с ней не соглашаться, конечно. Ну, и куча будет людей, которые не согласятся. Ну, чё? Я наезжаю, блин, чуваков, у которых были на аудитории во сколько? В 30 раз больше, чем моя. И, конечно, никто, блин, сейчас не будет. Профессии скажут, аж ты прав. Да, конечно. Все твои аргументы нормальные. Нет, конечно, найдут сейчас кучу людей, которые начнут там пытаться вырвать определённые тезисы и говорить, вот тут ты был неправ. А вот тут, короче, шутка, которая там, не знаю, не шутка, такая полушутка, там, ироничное замечание. Ты тоже был неправ, там, вот всякая подобная херня начнётся. Но знаете что? Знаете, что я вам отвечу, ребят? Что если вам понравился подобный разбор, и вы хотите послушать ещё моё мнение о паре роликов о XBT, ставьте лайк под этим видео. А если вам не хочется это делать, то, пожалуй, не смотрите одну из ближайших роликов, один из ближайших роликов, потому что я почти уверен, что один из ближайших роликов, хочется вам или нет, всё равно будет про AXBT. Просто мы разберём, надеюсь, более кратко ещё пару их роликов, которые, короче, я думаю, просто отдельно некоторые моменты рассмотрим. Потому что у меня есть что ещё сказать, да, я хочу ещё кое-что о них сказать. Пока-пока! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»